Ты вот так подбородок подними. Не мешайте. Подбородок, грудь. Не мешайте. Девочка, успокойтесь. Я не могу мешать, я отец. Сейчас начнутся схватки. Пишся. Схватки? Какое раскрытие? Полное. Так, Анюта, Анюта, послушай. Полное раскрытие. Да, все в порядке. Только если почувствуешь какой-то дискомфорт, говори, не молчи, хорошо? Что? Что? Да отойдите вы отсюда, ради бога. Знаете что? Вы меня тут не хамите. Вы здесь для того, чтобы помогать, а не для того, чтобы... Тихо, тихо. Сейчас будет потуго. Начнем дужиться по моей команде, да? Давай, Солнце, давай. Давай, давай, Ань. Почему она кричит? Анюта, не кричи. Анюта, не надо. Анюта, ну скажите же, что нельзя. Анюта, ну мы же читали с тобой, помнишь? Нельзя, Солнышко. Ну что же вы молчите? Сделайте что-нибудь, ну! Так, ты помочь хочешь? Иди сюда, дорогой. Давай, ты не волнуйся, не волнуйся. Дужимся. Давай, можно. Молодец. Ну вот. Ну вот и все. Так, 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 идемте, папочка, идем, идем, идем. Миленький, идем, коридор. Хочу продышать. Ну все, дорогая, теперь нам никто мешать не будет. Все хорошо, миленькая. Слушай, папа. Я не знаю. Еще разочек можешь? Силы есть? Давай тогда. Можем. Все будет хорошо. Умничка. 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 Кира Владимировна, наслышан о ваших нестандартных методах воспитания. Виктор Алексеевич, это вы про отца, который чуть в обморк не упал. Ой, этот чудик нас всех замучил, если бы не Кира Владимировна. Оксана Геннадьевна, этот чудик, как вы выразились, написал на вас мне жалобу. И обещал пойти выше. Что, серьезно? Ага. Кира Владимировна, можно вас на секундочку? Да. Конечно, конечно. Не буду мешать производственному разговору. Чао. Нет, я что-то не понял. А что за фамильярность? Она что, в курсе? Слушай, ну, во-первых, она моя подруга. Потом, за три года очень сложно было это все не заметить. По поводу этого чудика, извини, да, виновата. Но он действительно всем мешал работать, поэтому я решила его проучить. Да все правильно. Я ему дал и палату, он успокоился. Вообще, от этих совместных родов одни неприятности. А вот вы, Кира Владимировна, так просто не отделаетесь. Не-не-не, я сегодня очень устала. Вить. Не-не-не. Никакие отговорки не принимаются. Жду вас на старом месте. Целую вас мысленно. Да. Кирочка, я так рад тебя видеть. Привет. Я так соскучился по тебе. Ну, что такое? Что, нет настроения у тебя? Поговорить с тобой хочу. Ну, что, прям здесь. Может быть, пойдем куда-нибудь сядем? Я не хочу нигде сидеть. Выслушай меня, пожалуйста. Вить, я правда очень устала от этой ситуации. Мне ужасно неприятно бесконечно врать и прятаться по углам. Мне противно шарахаться от тебя на работе, понимаешь? Ирочка, да я сам уже на пределе. Представь себе, мы живем, как чужие люди. Я не вижу ее месяцами. Вот она приедет, я обязательно сразу поговорю с ней про развод. Ну, я тебе слово даю. Вить, я слышала это тысячу раз. Ну, ну, Кирочка, ну что ж ты из меня обманщика делаешь? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пойдем. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Пойдем, моя хорошая, пойдем. 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 А ты что, уходишь? Да, поздно уже. Ну, может, останешься? Ну, правда. Мы уже почти муж и жена. Ключевое слово, почти. Ну, я же тебе сказал, что как только она приедет из Германии, я... Давай я сейчас прям смс напишу, что люблю другую. Все, хватит. Вы сколько лет с ней вместе? Двенадцать. Ну, она мое прошлое, ты мое настоящая. Будешь? Ой, нет, чего-то настроения нет сегодня. Ну, может, останешься? Не-не-не, пойду. Ты когда к нам в гости приедешь? Ну, я скоро. Как только с Татьяной поговорю, так сразу и приеду. С тортом, с цветами. Да не надо ничего, просто приезжай, я тебя с мамой познакомлю и с Полинкой. Все, пока. Давай я тебя отвезу. Не-не, я сама, я прогуляюсь. Пока. Ну, давайте. Ну вот. Ешь. Я не хочу есть. И вообще ты достала со своим педагогическим опытом. Мама, я же сказала, не буду я есть твои котлеты на ночь. Ты как это со мной разговариваешь? Я тебе что, подружка что ли? Мама, хоть ты ей скажи. Так, чего у вас опять случилось-то? Ничего нового. Очередная забастовка. Мам, не лезла бы ты к ней, а? Что значит «не лезла»? Я забочусь о ее здоровье. А тебе, я вижу, совсем наплевать, что твоя дочка перестала нормально питаться. Ладно, прости, пожалуйста, я неправильно выразилась. Мама, вот, смотрите, я в них уже еле влезаю, а три месяца назад все было отлично. Я толстею. Да ты взрослеешь, это нормально для твоего возраста. А вот если твой организм не будет получать микроэлементы и витамины, то тогда ты точно… О, господи, котлеты на ночь – это, по-твоему, правильные витамины? Да ты же целый день ничего не ела, Кира. Поль, бабушка, в принципе, права. Мам, ну ты тоже, котлеты на ночь, ну. Слушайте, давайте завтра об этом поговорим. У тебя всегда все завтра. Да завтра я еще больше растолстею. Я тебе удивляюсь. Тебя что, совсем не волнует воспитание дочери? Мам, ну что я должна сделать? Насильно ее накормить? Но дело не в еде. Ты просто не хочешь принимать решения. Просто в воспитании надо иногда проявлять твердость. Понимаешь? Уж я это абсолютно точно знаю. Да, конечно. У тебя же 40 лет педагогического опыта. Именно. И не надо иронизировать. Атлетки будешь? Нет. Мам, на самом деле ты все правильно говоришь, но ты же так давишь. Ты как будто не знаешь ее характер. Она просто из упрямства сделает все наоборот. Вот именно. Если на нее не давить, она такое устроит. Какое? Даже боюсь предположить. Она тобой вертит, как хочет. Да если бы не я. Ой, мам, ну перестань. Тебя, если послушать, мною все вертят, как хотят. А что, разве не так? Кстати, и этот твой тоже. Началось. Ты у него была? Да, мама, я была у него. И ты знаешь, у нас все хорошо. Он, но не вертит. Он, кстати, завтра расстается со своей женой. Свяжу предание. Третий год уже об этом слышу. Кира! О, привет! Кир, привет! Ты чего такой? Что-то случилось? Вить! Татьяна из Германии звонила. Ага. Понятно. То есть, ее сегодня, наверное, не ждать. Давай, пожалуйста, без твоей убийственной иронии. Ничего не меняется. Все как обычно, да? Кира, ну подожди. Ну, неделя же всего. Ну, что ты? Слушай, а ведь действительно всего неделя. Господи. Какая-то неделя. Мы столько времени ждали. Ну, конечно. Ну, неделю-то подождем. Ну, да. Ну, давай так. Как? Мы эту неделю с тобой встречаться не будем. Хорошо? Вот она прилетит поговорить с тобой. И я с тобой буду после этого разговаривать. Кир, Кир, подожди. Кира! Ну, так же нельзя, Кир! Кирочка! Добрый день. Здравствуйте. Ну, что, схватки. Так что волноваться рано. Старайтесь поменьше лежать и побольше двигаться. У меня живот болит. Ну, так и должно быть. С первым ребенком такого не было. Потом он у меня все время болит. Не только во время схваток. Не волнуйтесь, все хорошо. А вот и папочка пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как ты? Что, болит? Она говорила, что у нее боли? Не переживайте, она сказала. Если боли усилятся, помассируйте и поясните. Знаете как? Знаю. Ай, молодец. Ну, вот и отлично. Ну, как? Ой, тянет. Ой, тянет. Привет. Сегодня я в шею заканчиваю. Заманчиво. Ну, может, и увидимся. Здравствуйте. Так. Я передам. Привет. Привет. Здравствуйте. Что случилось? На тебе ж лица нет. Нет, ничего, все нормально. Так, колись, подруга. Ты же знаешь, я от тебя не отстану. Полинка с мамой все время ссорится. Так, ну, на самом деле, что? Да, в принципе, ничего. Просто надоело уже, все, не могу. Ты это что, из-за Савельева своего расстроилась? Да тебе вообще нужно найти кого-то другого. Ты с ума сошла? Новая всегда бодрит. Нет, ну, я серьезно. Я вот недавно познакомилась с одним. Ну, он тоже женат. Сейчас у нас, правда, период праздника. Ну, а когда начнется нытье, проблемы в семье, я его брошу. Вот и все. И никаких страданий. Легко очень у тебя, да. Да? Оксана Геннадьевна, вас там пациентка из 205-й зовет. Иду, иду. Слушай, взрослая тетка второго рожает, а паникует, как не знаю кто. Начинай обход без меня, я потом подскочу. Ладно, разберемся. Ну, что опять у вас случилось? Меня постоянно подташнивает. Ну, это не страшно. Вы сами себя накручиваете. Мы так долго ждали этого ребенка. Старшему у нас уже 18. Мы думали, что уже все, а тут… Я все понимаю. Конечно, это стресс. Но вы сами вызываете панику. Отсюда и давление, и тошнота. Вон, Клавдия Ивановна подтвердит. Ваше плохое самочувствие – это чисто психологическая проблема. Так ведь? В общем, готовимся к родам. Когда перерыв между схватками будет две минуты, позовете меня. Хорошо? Я не думаю, что все так хорошо. Мне очень не нравится то, что здесь происходит. Папочка, не нервничайте так. Беременный у нас еще никто не оставался. Беременный у нас еще лет. Папочка. Папочка. Оксана Геннадьевна, я что думаю? Что? Может, у нее разрыв матки? Это с чего бы? Это боли, выделения, схватки у нее нерегулярные, испарина. Все в пределах нормы. При поступлении ее обследовали. Никаких намеков на разрыв нет. Ну ей же больно, это же видно. И судя по поведению, боль не такая, как при обычных схватках. Так, Клавдия Ивановна, вы у нас кто? Санитар? А я акушер-гинеколог. Так что давайте каждый будет заниматься своим делом, хорошо? Извините. И снова привет. Ну я же сказала, я подумаю. Какой ресторан? Хорошо, в семь. Пока, целую. Кира Владимировна! Ой, Жень, подай, пожалуйста. Держите. Послушай, подменишь меня сегодня? Ну сколько можно, совесть есть? Ну, Кирочка, миленькая, он меня в такой ресторан пригласил. А у меня как раз платье новое. Я так хочу, чтобы он меня в нем увидел. Вопрос жизни и смерти. Ну, конечно, как всегда. Что за пациентка? Поснецова, 37 лет. Вторые роды, беременность протекает нормально. Уже схватки идут. Ну, скоро потуги начнутся. Подменишь? Ну, если платье пропадает, куда тебя... А-а-а! Отстань! Дышите, мамочка, дышите. Так, вот, вот так. Как состояние? Схватки стали нерегулярными. Мамочки, мама, мама... Все, 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 все. Тихонечко. Как вы себя чувствуете? Ой, доктор, доктор, очень болит живот. Скажите, так должно быть? Даже детки. Нет, так быть не должно. Я не понимаю, почему вы об этом ничего не сказали. Она говорила Оксане Геннадьевне. У вас первые роды Кесарева? Да. Я подозреваю у нее состоятельность трюбца на матке. Я неоднократно говорила Оксане Геннадьевне. Так. Скажите, а как вы можете описать боль от схваток последние два часа? Сначала нормально, а потом как-то странно. Частные с резкой болью. Ясно. Редкая боль. Начинайте катодеризацию. Будем подавать имперационную. Я подозреваю разрыв матки. Ира, мы вынуждены сделать вам Кесарева. Почему? Что-то не так? Не так. Я подозреваю у вас разрыв матки. Это очень опасно. И для вас, и для вашего ребенка. Мне срочно нужно ваше согласие. Вы готовы? Я согласна. Да. Да. Ой. Все, в срочном порядке. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы муж Ирины Васнецовой? Да, я. Меня зовут Улетина Кира Владимировна. Я принимала роду у вашей жены. Да, я знаю. Что-то случилось? Случилось. Разрыв матки. К моему большому сожалению, мы не смогли спасти вашего ребенка. Мне очень-очень жаль. Вы же... Вы же обещали, что все будет хорошо. Дело в том, что у нее было Кесарева. И схватки усилили. Давление на рубец. Он просто разошелся. Мы ничего не смогли сделать. Мы ничего не смогли сделать. Как вы говорите, вас зовут? Кира Владимировна. Кира Владимировна, я уничтожу вас и весь ваш роддом. Вы за все ответите. КОНЕЦ Ну что? Ну что? Спрашивали обо всем подробно. Изучали медкарту. И что ты сказала? Оксана, что тут скажешь? Ребенок умер. Рассказала все, как было. Что рассказала? Что признаки разрыва проявились только во время схваток. А про меня что-нибудь говорили? А что про тебя говорить? Я думаю, ты сама все знаешь. Можешь не бояться, тебя это никак не коснется. А я и не боюсь, Кир. С чего это вдруг это должно меня касаться? Ты передала мне пациентку с явными признаками разрыва и ничего об этом не сказала. Да не было там никаких признаков. Боль, тошнота, испарина. Не было? И что? Да у половины рожениц такие симптомы. Если бы ты вовремя диагностировала разрыв, все сложилось бы иначе. Ты это понимаешь? Значит так, подруга. Разрыв произошел во время родов. Роды принимала. Ты. Все, точка. Меня там не было. Ну, конечно, тебя там не было. Ты выгуливала новое платье в ресторане. Вот только не надо меня этим попрекать. Виктор Алексеевич, что там сказали? Оксана, извини, пожалуйста, не до тебя сейчас. Кир, идем. Идем, пожалуйста. Кирочка, ну как же так? Ну почему ты молчала? Что я должна была сказать? Ты должна была сказать, что пациентка уже поступила к тебе с разрывом. Что ты ничего не могла сделать. И почему ты Оксану выгораживала? Витя, ты теперь какая разница? Ты понимаешь, что этого ребенка не вернуть? Значит, я тоже виновата. Там родители на эмоциях подняли шум. И хотят тебя наказать. Я очень тебе сочувствую, но ты же понимаешь, что на кону стоит репутация больницы. Мне придется тебя показательно уволить. Прости, но я вынужден это сделать. У меня друг очень хороший есть. Он работает в Министерстве здравоохранения. Он обещал тебя пристроить в клинику в Верхневолжеск. Тихий городок, очень хорошая больница, замечательное родильное отделение. Господи, это где? Это Тверская область. Километров 200 отсюда. Давай я сейчас тебя отвезу домой. Ты со своими все обсудишь. Хорошо? Кир, а я буду приезжать к тебе. Ладно, Кирочка. Я не поеду в какую-то дыру. Что это вообще за город? Верхневолжск. И не выговоришь? Мам, у меня тут друзья, школа. Поль, ну что делать? Только там мне предложили работу. Ну так а я тут при чем? Тебе предложили, ты езжай. Полин, Поль! не хочет. Я предупреждала, что так оно и будет. Мам, что мне делать, а? Боюсь, что ничего уже не сделаешь. Характер. Я сама ехать не хочу. Но я же не смогу без работы. Потом, на что мы будем жить? На твою пенсию? Послушай, во-первых, прекрати распускать нюни. А во-вторых, серьезно поговори с этим своим Савельевым. Мам, он все, что мог, сделал. Пусть еще потрудится. Кир, ну я понимаю, что после такого ЧП тебя ни одна больница не возьмет, ни один роддом, но, да, есть варианты. В конце концов, скорая помощь. Но ведь можно, ну, полгодика поработать, и главное, никуда уезжать не нужно. Господи, да ты, о чем ты вообще говоришь? Кира, да поговори-то со своим Савельевым. Ну пусть подберет тебе подходящую работу. Я надеюсь, этот он может. Ты столько лет тянула на себе этот воз. Вот пускай Савельев теперь и отрабатывает. Ну, Кирочка, давай я сейчас рыбку приготовлю, поужинаем. Да не хочу я, мам. Здравствуйте. 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 – Ой, привет. – Привет. А ты что здесь делаешь? По делам пришла. А-а. Кир, у нас планерка. Извини, я опаздываю. Да, конечно. Кирочка Владимировна, здравствуйте. Я всегда знала, что у нее нет совести. Бегает, как ни в чем не бывало. Как вы поживаете? Да что я спрашиваю? Может, вы вернуться решили? Ну, к сожалению, это не от меня зависит. Я к Саверию. И правильно, попросите его. Может, он и оставит вас. На ваше место он вряд ли кого быстро найдет. А вот работы у нас всегда хватает. Вы сами знаете. Это точно. А он вообще здесь? Да. С утра бегал по отделению, а сейчас в кабинете. У себя. Ну, как раз. Замечательно. Спасибо. Ой, подождите, пожалуйста. Все карты надо принести за себя. Ты думаешь, что я не могу зайти? Я устала, но невозможности. Здравствуйте. 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 Да-да. Приказ раздать всем дежурным врачам. Ладно? Да, конечно, передам. Здравствуйте. Витя, что у тебя такое лицо? Я не вовремя? Ну, а что ты не позвонила? Я не ждал тебя. Могла бы предупредить. Ладно, я ненадолго. Слушай, Витя, я не могу ехать в этот Верхний Волжск. Ну, неужели ничего нельзя придумать, а? Я очень хочу остаться. У нас на скорой нехватка. Я могу фельдшером. Временно. Ну, давай подумаем, а? Кир, ну, какая скорая? Ну, ты что? Во-первых, тебя там ждут. Уже все оговорено. Во-вторых, ну, я же тебе сказал, я тебя сразу заберу, как только все уляжется. Пожалуйста. Хорошо? Да. Привет. Ой, простите, я не вовремя? Нет-нет, а… Кира Владимировна, она уходит. Кира Владимировна? Потом. Можем вечером решить этот вопрос? Можем? Простите, просто я знаю о том, что с вами случилось. Мне Витя все рассказал. Я сочувствую вам. Я Татьяна, жена Виктора Алексеевича. Это, конечно, большая трагедия, когда умирает ребенок, но знаете, что вашей вины в этом нет? И Витя, кстати, очень переживает, что пришлось вас уволить. Но знаете, если бы вы работали, я обязательно выражала у вас. Ой, даже не верится. Мы с Витей десять лет пытались, где я только не лечилась. И в Германии, и в Израиле. И вот. Боже мой, Витя просто святой, что все это вытерпел. Тебя завьяла бдет в ординаторской. Иди, пожалуйста, ладно? Конечно. Простите. Извините. Рада была с вами познакомиться. Взаимно. Держитесь. Прости. Ты не у меня должен прощения-то просить, а у нее. Давай вечером по-человечески поговорим. А я не могу вечером. Я вечером в Верхневолжск уезжаю. И я очень долго провел. Все. Давай. Не очень. А, ну да. И все, что случилось? Поехали. Так. А здесь. И все-таки, да. И все-таки, да? А здесь же, что определишь. Рада будут. Ведь я такой. Это просто. Это все-таки, кстати, да. Что это? Да. О, наш, по-моему. Ну, автобус. Тир, ну что за настроение? Ну ты же уезжаешь не навсегда. Будешь по выходным в гости к нам приезжать. А потом менять школу. Выпуск, но. Это же, ну, большая глупость. И потом, что там за школа в этом Верхневолжске? А Полине нужно готовиться к поступлению, да? Ну, нужны порядок, дисциплина. А этого ты же не сможешь ей обеспечить? Мамочка, мы с тобой тысячу раз это все обсуждали. Да, я с тобой полностью согласна. Именно по этой причине я еду одна. Вот именно, бабуль. Давай хотя бы сейчас без нотаций. Так, я не поняла. У меня что, сердца нет? Вот лучше обними маму напоследок. Ой, это и здесь не можешь не покомандовать, да? Мамуль, я уже скучаю. Я тоже. Ладно. Кира! Это не к тебе случайно? Время отправления 8 часов 40 минут. По техническим причинам задерживается до 13 часов 45 минут. Повторяю. Рейс 842. Сообщение в Москва-Рязань. Время отправления 8 часов 40 минут. По техническим причинам задерживается до 13 часов 45 минут. Я поговорить, объясниться. Мама твоя? Не твое дело, понял? Кирочка, я не думал, что все так получится. Я не должен был с самого начала тебя обманывать. Я люблю только тебя, поверь. Ты не трогай меня. Ну, я пойми, ну не могу я сейчас оставить Таню. Ну, не надо никого оставлять. Ты мне столько времени врал. Это немыслимо. Ты мне что говорил? Что вы давно не живете вместе. Что она мотается по своим командировкам. А оказывается, она в это время лечилась. Потому что вы очень хотели совместного ребенка. Да это не я. Это она. Савельев, ты себя слышишь вообще? То есть, она без тебя, что ли, пыталась? Ну, послушай, ну, ну пойми меня. Я сейчас в очень сложной ситуации. Плевать я хотела на твою ситуацию. Ира. Понял? Иди ты. Уважаемые пассажиры, со второй платформы начинается посадка на рейс 635 с Москва-Верхово. А кто это был? Никто. Не лезь не в свое дело. Кира, я надеюсь, ты ему все высказала? Пожалуйста, ответь мне одну. Да, мама, я высказала ему все. Ты довольна? Все, ладно, я поехала. Давайте. Пока. Пока. Звони мне, пожалуйста, почаще. Конечно, мама. Ты как устроишься, обязательно позвони, хорошо? Ладно. Ну, давай. Кирочка. Мам, ну все, все, все хорошо. Счастливо, давай. Пошли. Верхний пульс. Пошли. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Ой! Ой! Вам плохо? Да хорошо мне! Такси! В центральную больницу можно? Да, конечно. Поехали. Давай я тебе помогу. Ой! 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 Вы знаете, там, по-моему, женщине плохо сейчас. Да она напилась сюда, вот и все. Слушайте, ну я же вижу, что вам плохо. У вас какой срок? Да не знаю, я… Может, это схватки? Боль какая, тянущая или такая, сжимающая? И такая, и такая. А в больницу надо. Вас как зовут? Люба. Люба. Поехали, Люба. Идти можете? Могу. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Что же вы скорую от меня вызвали, а? Тихо, тихо. Да вы что, я ее никуда не повезу. Она мне весь салон испачкает. Если что, я за все заплачу. У нее схватки, по-моему, там. Вам что дороже, жизнь человеческая или машина ваша? Ладно, я же не отказываюсь. Если рожает, другое дело. Поехали. Давай-ка, не скорее. Не легче? Да, слушаю. Сергей Николаевич, добрый день. Здравствуйте. Моя фамилия Савельев. Я ваш коллега из Москвы. А телефон мне дал мой товарищ из Минздрава. Вы по поводу финансирования? Нет-нет. К вам сегодня должна приехать наша уже, к сожалению, бывшая сотрудница Кира Владимировна Улитина. Так. И что вы хотели? Ну, я хотел бы вас попросить принять ее как следует. Она блестящий врач и очень хороший человек. А почему вы о ней так заботитесь? Ну, дело в том, что я ее бывший начальник и могу за нее поручиться. Я приму вашу Улитину так, как она того заслуживает. У меня в больнице нет блатных. Даже если бы ее за руку привел сам министр. Я понятно изъясняюсь? Ну, не горячитесь. Я прошу вас. Подумайте хорошо. Вам же не нужны проблемы. Что? Вы мне что, угрожаете сейчас, что ли? Нет, ни в коем случае. Я вас предупреждаю. В больнице просто много, а бюджет не резиновый. Вы, как я знаю, ждете новое оборудование. Мне кажется, в ваших интересах, чтобы Улитина чувствовала себя комфортно. Она угробила на операции ребенка. Неужели вы думаете, что я не навел справки? А теперь ее отправили ко мне в больницу отсидеться. Поэтому никаких особых условий она не получит. Ну, что, бывший начальник, я понятно объяснил? А. А, а… А, а. 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 Опирайтесь на меня. Всё, всё, всё. Поехали, всё хорошо. Всё, переждаем. Ой, не могу, помру сейчас. Всё, можем? Идём. Помру сейчас. Помру сейчас. Сейчас помогут. Девушка, срочно позовите кого-нибудь, я вам роженицу привезла. Хорошо. Имя, фамилия. Присаживайся. Любовь, фамилия какая, документы где? Нет документов. На вокзале украли. Фамилию скажите? Кузнецова моя фамилия! Любовь Кузнецова, оформляйте скорее. Она что, пьяная что ли? Нет, не знаю. Я её на вокзале подобрала. Женщина, да вы что, я не могу её принять. Это вам же их какая. И что? Ей помощь не нужна? У неё потуги уже начинаются. Так, без меня не надо тужиться. Нет. Слышите меня? Не могу. Тише, подождите немножко. Не могу. Да не издевайтесь вы надо мной. Зовите кого-нибудь. У неё нет документов, нет страховки. Она вся грязная. Ну, куда я её помещу? В обсервационное отделение вы её поместите. Она в другом корпусе. Если хотите, ведите её туда. Не успеем вы издеваетесь что ли надо мной. Господи. Перчатки дайте хотя бы. Ложитесь. Да. Вы позовите кого-нибудь, я вам сказала. Тише, тише, всё хорошо. Охрана срочная в приёмный покой. У нас тут, чёрт и что, происходит. Да при чём тут охрана? Изврачей кого-нибудь позови. Всё, всё, всё. Давай, давай. Побереги силы. Всё будет хорошо. Так не трать силы. В паузах просто души. Что у вас происходит тут? Я не знаю, что делать. Ну, сам посмотри. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Добрый день. Здравствуй, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Ну, понятно, да. Да. Горластый. Весь в меня. Обсервационное отделение. В срочном порядке её. Аккуратнее. Давай. Что это за цирк? Сергей Николаевич, она прямо с улицы, без документов. Почему рожают здесь, в коридоре? Для таких пациентов существует обсервационное отделение. Вы об этом не знали? Знала, но она так кричала, и всё так быстро произошло. Я не успела сообразить. А если бы с ней что-нибудь случилось? Или, может, с ребёнком? Вам нужны иски? Мне нет. Простите, я растерялась. Я принимала роды. Всё прошло без осложнений, не переживайте. Ещё одна такая самодеятельность, и вы будете искать новое место работы. Вам ясно? Да. А вас я попрошу не вмешиваться. Роды должны принимать. Специалисты. Вот проблема в том, что я ни до одного специалиста-то не докричалась. Это во-первых. А во-вторых, я сама врач, акушер-гинеколог. Вы у Литина? Именно. Пойдёмте ко мне в кабинет. Оля, я вас предупредил. Да, Сергей Николаевич. Чёрт. Хирургия и общая терапия в первом корпусе. Как выйдете, сразу налево кирпичное здание. Здесь гинекология, родовое и педиатрия. Так, зайдёте в отдел кадров, оформитесь. Кстати, там вам подскажут адрес вашей служебной квартиры. У вас там будет комната. Кто соседей, не знаю, но кто-то из наших сотрудников. Разберётесь. Так, после отдела кадров зайдите ко мне. Мой кабинет этажом выше. Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Вы закончили? – Да. Я просил вас подняться ко мне. Мне еще нужно отдать вам ключи. Потом будет не до вас. Проходите. Меня попросили вас заселить. Вот и вам ключи от комнаты в служебной квартире. По поводу бытовых вопросов к завхозу. Меня не беспокоить. Конечно. Так, теперь по поводу ваших графиков. – Сергей Николаевич? – Да. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Мне нужно добро на полное обследование. – Что у тебя тут? Секундочку. – Хорошо. Что-что? Срок шестнадцать недель. Все было нормально. Потом вдруг слабость. В сегодняшнее утро повышение температуры. В общем, все признаки острого воспаления. Но очаг неизвестен. – Кровотечения? – Нет. В том-то и дело, что нет. Ой, а можно я посмотрю? – Угу. – Павел Павлович, познакомьтесь. Это наш новый врач-акушер-гинеколог. Улитина Кира Владимировна. – Кира. – Паша. – Кира. – Угу. Так. Так. А можно я повторное УЗИ сделаю? А толку? Я его делал раз десять. Вот в порядке. И все-таки. Делайте. И я патологии не вижу. А я о чем? А можно правее чуть-чуть и ниже? Еще-еще. Еще. Вот как-как будто заглянуть. Да. Ну вот. Вы теперь не видите? Теперь я что-то вижу. Что это? Опухоль, что ли? Доктор, что? Не-не. А, нет. У вас все хорошо. Пожалуйста, вытирайтесь, одевайтесь, у вас все в порядке. Все красивенько, аккуратненько, все как мы любим. Давайте ручку. Спасибо. Что это? Второй плод. Шестнадцать недель, как я мог не заметить. Он, видимо, развиваться перестал. Отсюда и воспалительный процесс. Ну, нужна срочная операция. Все это, конечно, очень рискованно, но сепсис вот-вот и начнется. Готовьтесь к операции. Я тоже хочу поучаствовать. Что? Нет, конечно, вы официально еще не трудоустроились, поэтому формально вы посторонний человек. Ну, вообще-то это я поставила диагноз, нет? Вот и хорошо, что поставили. Одно дело посторонний на УЗИ, а другое дело в операционный. Павел Павлович, после операции доложите потом что и как? А, да, конечно. Да вы не переживайте, он со всеми так разговаривает. Привыкнете. А вы к нам откуда? Из Москвы. Ух ты, здорово. А что, столице не понравилось? Ну, обстоятельства. А может на ты? Хорошо. Отлично. Добро пожаловать в наш коллектив, Кира. Все, я побежал готовиться. Приехали. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. 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 Ну, как там наша красавица? Все в порядке. Показатели в норме. Мы готовы. А где новенькая? Она же диагноз поставила. Что за новенькая? А, да так. Толковая вроде. И симпатичная. Я ее заслуг не отрицаю, но не преувеличиваю. Просто женщины, они лучше замечают всякие там мелкие детали. Ну, это естественно. А мужчины лучше оперируют. Ну, Павел Павлович, вы наш светило. Ну что, начнем? Начнем. Да. Наташа, ну подождите, что вы? Ну что вы такие тяжести носите? Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Я справлюсь. Не-не-не. Давайте я. Я помогу. Спасибо, Сергей Николаевич. Сервис девочка из кардиологи продавала. Я взяла. Ничего себе. Ну ничего, не переживайте. Доставим в целости и сохранности. Я держу. Адрес говорите. Где вы живете? Опа. А я в служебной живу. Дай англичу. Садитесь. Садитесь. Сергей Николаевич, спасибо вам огромное. Да не за что. А может быть зайдете чайку попьем? Нет, спасибо большое, Наташа. Ой, Сергей Николаевич, а может блинчики? Я быстренько сделаю. Спасибо, Наташа, но не могу. Правда, у меня еще очень много дела. Так. Ну и зачем же вам так много посуды? Господи. Господи, извините. Ах, бокалы. Простите меня, это моя вина. О, ничего. Я компенсирую. О, нет-нет-нет, Сергей Николаевич. Не надо, ничего страшного. Это же к счастью. К счастью, посуда бьется. Спасибо вам большое. Давайте я хоть донесу. Нет-нет-нет, я сама, я сама. Спасибо, до свидания. Счастливо. Ничего-ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы моя новая соседка? Да. Кира меня зовут. Кира Владимировна Улитина. Ну можно, конечно, просто Кира. Наташа, медсестра в родильном. Очень приятно. Акушер Гинько. А я знаю, мне про вас Паша Жарф рассказывал. Ну что, будем соседками? Да. И давай сразу на «ты». Давай. Ой, тихо-тихо-тихо. Спасибо. Второго падения я не переживу, я на него пол аванса отгрохала. На шесть персон. Большие праздники любишь устраивать? Нет, я вообще не знаю, зачем я его купила. Может, большей семьей обзаведусь. А пока одна. Ой, теперь уже не одна. А может, по рюмочке за знакомство? Ой, не-не-не, я не люблю. Так я тоже не пью. Ну мы так, чисто символически. Давай. Давай, давай, я туда. Лена. Лена, привет. Привет. Что ты тут делаешь? Лена, давай поговорим, а? Опять? Сергей, говорили уже. И не раз. Я думала, ты уже все понял. А я смотрю, у вас праздник. Годовщина. А годовщина чего? Первого свидания, первого поцелуя, первой ночи? Не твое дело. Это мое дело, Лена. Потому что ты до сих пор моя жена. Формально. Нет, не формально. Лена, я же люблю тебя. Я не могу без тебя. А я не могу с тобой. Сергей, пойми, наш брак был ошибкой. Как? Семь лет ошибка? Да. И слава Богу, что я это поняла. Пускай и поздно. Не мешай мне. Живи своей жизнью. Какой жизнью, Лена? Я, я все время думаю о тебе. Я не могу без тебя. Ведь мы же были счастливы. Мы не были счастливы. Ты все время был занят своей работой. Ты неделями не вспоминал обо мне. А он, значит, вспоминает, да? Да. Он со мной каждый день. Каждую ночь со мной. Все выходные со мной. Это для тебя счастье? Ты так и ничего не понял. Извини, мне нужно идти. Не приходи больше. Это бесполезно. Лена! 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 Ты что, не ешь ничего? Я вкусно готовлю. Не знаю, аппетита почему-то нет. Я, наверное, устала с дороги. Сейчас. Раз тебе самый вкусненький. Последний. Спасибо. Слушай, скажи, а этот ваш Крутов, он вообще что из себя представляет, а? Сергей Николаевич? О, он звезда. Серьезно? Угу. Странно. Ну, во-первых, он очень надменный, во-вторых, ты знаешь, в плане профессии сегодня у одной пациентки сложности были, так вот он, мягко говоря, не блистал. Слушай, так он вообще не гинеколог. Он в травме работал, был лучшим хирургом. К нему из Москвы приезжали оперироваться. Вот, а в прошлом году ему предложили возглавить больницу. Но он согласился и прекрасно справляется. А, ясно. Еще по стопочке? Ой, нет, спасибо. Я все-все. А я выпью. А его кабинет почему в нашем отделении? Потому что он прошлого заводделением уволил за взятки. И правильно сделал. Еще тот козел был. Поэтому он и исполняющий обязанности заводделения гинекологии, и главврач. Понятно. А Паша Жаров думает, что он его назначит заводделением. Я вообще тоже так думаю. Потому что Паша хороший врач, у него и опыт. Пациентки его обожают. Это ему, кстати, тоже понравилось. Мне кажется, вашему Паше Жарову все подряд нравятся. Ну, те, кто моложе пятидесяти, видимо. Ну, зачем ты так? Паша Жаров никого не обижает. Те, кому за пятьдесят, тоже шанс имеют. Сметанки? Нет, спасибо. А я себе положу. На. Наташа. Ой, здравствуйте, Сергей Николаевич. Кира Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня простите, я вчера нанес вам ущерб. Вот, я компенсирую, возьмите. Сергей Николаевич, это же настоящий хрусталь. Да, они в пять раз дороже тех, что разбили. Вот и отлично. Значит, моя совесть абсолютно чиста. И еще раз прошу вас, извините меня, пожалуйста. Сергей Николаевич, спасибо. Ждите здесь, я сейчас санитаров позову. Слушай, пойду помогу. Кира, да без тебя примут. Что случилось? Было очень больно, я два раз сознание теряла. Сейчас идти сможете, если я помогу? Мы проводили роды на дому, началось кровотечение. Пришлось вызвать скорую, хотя это ломает всю концепцию свободы половой личности. Почечные заболевания есть? Да, в начале беременности была острая почечная. Срочно в смотровую. Вы кто? Я, я акушерка, помогаю с домашними родами. А медицинское образование есть у вас? Я училась в Индии в храме. Серьезно? У индусов знаете, какая рождаемость? Вон он дышит как-то странно. У него легкие не до конца раскрылись. Все в порядке? Надо к неанатологу. Ну, вы же нам поможете, да? А у вас аура черная, чакры почистите? Так, с ребенком все хорошо, дышит нормально. Ну, слава Богу. Плаценту надо срочно на гистологию отправить. Я так понимаю, что она дома осталась? Да. Ваша прекрасная акушерка не догадалась ее взять. Молодцы. Сергей Николаевич, а давайте я за плацентой быстренько съезжу. Да, Наташа, если вас не затруднит. Что вы, я с радостью. Я переоденусь и жду вас внизу. Так, чья идея была рожать дома? Моя. Моя. Я просто слышал, что роды привычнее дома и в теплой воде… Тебя Федя зовут, да? Да. Федя, а ты понимаешь, что ты чуть не убил свою жену и своего ребенка? Ты мозги хоть включи. Сергей Николаевич. Сейчас ноги в руки и домой. Понял меня? Угу. Я скоро вернусь. Вытирайтесь. Сергей Николаевич, а мне кажется, что зря вы с ними так грубо. Они же дети. Я понимаю, что они сглупили с этими домашними родами, но… Так, чтобы больше такого не повторялось. Вы что, правда не понимаете, что им просто повезло, что они вовремя сюда к нам приехали? Наша задача — их жизни спасать. А заботиться об их чувствах — это пусть кто-нибудь другой. У меня совершенно другие цели. А мне почему-то кажется, что вы переживаете, иначе… Зачем вы лично к ним пришли сказать, что с ребенком все хорошо? Это не ваша работа. Да. Да, я переживаю. Потому что ребенок не виноват, что у него родители… Вот такие вот у него родители. Бежала, как сумасшедшая. Все в порядке, плацента целая. Господи, Наташа, отнесите в лабораторию, пожалуйста. Ну, как ты, Поля? Все хорошо, ба? Жизнь кипит. Вижу, вижу. А чего вчера так поздно пришла? Нет, ну я, конечно, маме не стала ничего говорить. Просто мне хочется знать, где и с кем ты проводишь время. Ба, я вообще-то на танцы записалась. Да ты что? Какие? Классические или народные? Ба, какие народные? Ты серьезно? Сальса, дэнс-холл. Чего? Это такие модные направления. Кстати, они столько калорий сжигают, что я все время хочу есть. Глаза вам своим не верю. Наша девочка взялась за ум. Молодец. Обязательно сегодня сообщу маме. Да-да-да, обязательно расскажи. Подожди секунду. Алло, да? Я перезвоню, хорошо? Это Вика, бабуль. Мы договорились на сегодня в кафешку сходить, поэтому мне пора бежать. Ну давай. Все. Обязательно приготовь мне что-нибудь вкусненькое. Заметано. О, Натуль, тоже домой. Может подвезти? Нет, спасибо, Паша. Да мне не сложно, поехали. Да поезжай один, я тут жду кого-то. У Литину, что ли? До свидания. До свидания. Да. Так она ушла давно. Сергей Николаевич. Да, Наташа. Я еще раз хотела поблагодарить вас за бокалы. Не стоило так тратиться. Наташа, хватит уже об этом. Всего доброго. Натуль, нет у тебя никаких шансов. И ни у кого из вас их нет. Он жену свою любит. Другое дело, я свободный, легкий на подъем. Всех своих женщин люблю. Вот жаль не в твоем вкусе. Можешь все-таки подвезти? Ну подвези. Ты моя рыбонька. Алло! Алло! Мамуль, привет! Как дела? Привет, Кирочка! У нас все хорошо. Расскажи лучше, как ты там. Что нового, как коллектив? Да нормально все. Хороший коллектив. Только главврач мне не нравится. Очень хмурый. Бесконечно всем недоволен. Запомни, Кира, ты туда приехала не для того, чтобы дружить с главврачом. Делай свое дело и не расстраивайся по пустякам. Легко сказать, не расстраивайся. Я каждый день с ним вынуждена видеться. И каждый раз он дает мне понять, что я ему неприятно. Ой, и слава богу. У тебя уже был один, которому ты слишком нравилась. И чем дело закончилось? Ой, мам, не начинай, пожалуйста. Кира, ты сама заварила эту кашу. Я тебя предупреждала, что служебные отношения ни к чему хорошему не приведут. И что? Я была права. И где ты теперь? Сидишь в какой-то тьму таракани. Все, хватит. Полинку позови меня, пожалуйста. А Полинки нету. Она на занятиях. На каких-то она занятиях. Ну, ты знаешь, она записалась на танцы. Будет только после девяти. Ну что, дорогая, все, я обязательно ей передам, что ты звонила. Целую. Да, целую, пока. Меня Кира Владимировна зовут. А вас как? Катя. Катя, самочувствие как? Живот очень болит. Оля, сопроводительный лист дай, пожалуйста. Привезла скорая с острой болью. Екатерина Смирнова, 20 лет. Первая беременность? Конечно, первая. Ой, что же так больно? Можно мне обезболивающее сделать? Мне кажется, я не выдержу. У вас схватки, периодически тянущие боли, вполне естественно. Тянущая, она очень сильная, вот здесь. Господи, что это за синяк? Откуда он? А что, кто-то ударил? Нет, это я сама. Сама. Я пару раз наклонилась, живот большой. Я не привыкла. Ясно, вытирайтесь. С давлением что? Пониженная. Оль, давай ко мне в седьмую палату оформляю, и полное обследование проведем. Что-то серьезное? Пожалуйста, можете меня не обманывать? Я такая мнительная, что я буду себя накручивать. А вот не надо себя накручивать раньше времени. Все хорошо. Давай оформляй я сейчас. Хорошо. О, боже мой. Антон Васильевич, вы у меня амбулаторные карты. Готовьте, я после обеда заняду. Сергей Николаевич, можно? Срочно, извините. Что у вас? Пациентка поступила. Я подозреваю разрыв матки, нужно полное обследование. Какие у вас основания? Мне симптомы не нравятся. Болезненные схватки, бледность. Я интуитивно чувствую. Кира Владимировна, до половины рожениц. Так переносят схватки. Сергей Николаевич, у меня недавно был такой случай. Во время потуг случился разрыв матки. Разошелся шрам от предыдущего Кесарева, мы уже ничего не могли сделать. А здесь тоже Кесарева? Нет. Девочка молоденькая, беременность первая, но она несколько раз травмировала живот. Теоретически тупые травмы могут нарушить целостность матки. Травмы серьезные? Ну, сложно сказать на первый взгляд. Поэтому на всякий случай я бы просто... Так, Кира Владимировна, я прекрасно понимаю ваши опасения, но мне нужны более весомые доводы, а не только ваши личные страхи и комплексы. Я, конечно, не гинеколог, не имею права лезть в вашу работу, но и вы меня тоже поймите. Я, как заведующий отделением, должен контролировать расходы, а ее страховка не покроет наших расходов. Я доходчиво объясняю. Вопрос можно? Конечно. Сергей Николаевич, я вам не нравлюсь. Да, вы мне не нравитесь. Вас навязали из Москвы, и мне известны обстоятельства вашего увольнения с прошлого места работы. Кира Владимировна, у вас может быть свой взгляд на случившееся, но меня он не интересует. Для меня вы останетесь плотным врачом, по вине которого погиб ребенок, и которого сослали в мою больницу. И как вы после этого хотите, чтобы я к вам относился? У вас все? Да. Тогда идите и работайте. Почему так больно? О, Боже! Почему больно? Катя, Кать, нам нужно... Как же больно! Можно водички, пожалуйста? Нет-нет-нет, нет, моя дорогая, надо потерпеть. Сейчас точно нельзя. Прости, надо потерпеть. Нам нужно небольшое обследование. Что-то серьезное? Все хорошо. Это не больно, не страшно. Идти сможете? Нет, очень больно. Мамочка! Ой, девочки, помоги, пожалуйста. Коляска нужна. Все-все-все, спокойно дыши, не дергайся, спокойно, глубокий вдох. Вообще, кем работаете? Официанткой работаю. Я же первое время вообще не думала, что я забеременела. У меня ничего видно не было. Физический труд, давайте, давайте скорее. По несколько смен еще брала. Пожалуйста. На самом деле, ничего сложного. Давай, тихонечко. Обслуживай клиентов. Как они едят, отдыхай. Хуже было, когда отправляли на приемку товара. Там я почувствовала первый раз боль. Почему к врачу не обратились? Не знаю. Потому что потом все прошло. Ну, понятно, как обычно. Мамочка! Лише спокойно. Нет, не нервничай. Все хорошо. Натуль, в какой она палате? 406. Здрасте. Я понял. Ой, Павел Павлович, слушай, минутка есть? Ну, конечно. Неужели у нас сегодня с тобой свидание? Ой, ну хватит. Мне очень нужно пробить направление на обследование. Без очередь. Подскажешь, как? О, для этого нужна подпись самого крутого. А это сделать, ох, как непросто. Очередь на месяц расписана. Без него вообще никак? Нет, почему? Можно устроить восстание, сместить власть, тебя назначить главврачом. Тогда наши шансы увеличатся. Очень смешно, спасибо. Кира Владимировна, ну подожди, ну что, уже пошутить нельзя, что ли? Тебе что, так прям срочно нужно? Вопрос жизни и смерти? Именно так. Ну, обратись к Наташке на пост, она все может. Она же твоя соседка, она, думаю, не откажет. Чего я не подумала, спасибо. Все что угодно для тебя. Да. Наташ, слушай, скажи, а реально получить направление на обследование без подписи Крутого? Ну, смотря какое. Если белок, мочи или кровь на эритроциты, вот направление напиши сама. Да нет, мне посерьезнее нужно и подороже. Ой, посерьезнее не получится. Его за каждую копейку трепят, а он нас. Никак. Ну, а что делать, если это действительно важно и срочно? Ну, я сочувствую. Черт. Кирочка, а ты можешь минуточку постой, ладно? Свет, а? Стой. Ты на Быстрова сдала деньги? Нет. Ну, здрасте, а ты пойдешь сама? Да, пойду. Ну, так сдай. Хорошо. Я буду на госту. Не забудь. Я не забуду. Представляешь? Что? Поручили мне собрать деньги на обилие Быстрова. Ты пойдешь сама? Не, я его не знаю совсем. Че, у нас гуляют весело? Да, я не сомневаюсь. Так. Наташа, вот. Ага, спасибо. Только что поступила. Сейчас запишу. Подождите, не все сразу же. Алло. Поленька, доченька, ну еле дозвонилась до тебя. Ой, мамулечка, привет. Привет. Привет, моя хорошая. Как дела у тебя? У меня все хорошо, мам. Учусь нормально, ем тоже. Ну, бабушке не забалуешь. Это точно. Я так соскучилась по тебе. Это просто какой-то кошмар. Я тоже по тебе скучала. Привет. А ты когда к нам вернешься? К сожалению, не скоро. Может, ты ко мне на выходные приедешь, а? Нет, у меня никак не получается. К экзаменам надо готовиться. Оль, ну сколько можно? Поехали. Тихо, тихо. Оль, ты с кем там говоришь? А, это Вика. Мы вообще заниматься идем. Ой, передавай ей огромный привет. Да, хорошо. Вика, тебе привет от мамы. Все, мам, мне пора. Целую. Ладно, давай, пока. Кира Владимировна, все готово. Девочку уже отвезли в палату. Вот результаты обследования и оценка состояния плода. Так что у нас тут? Низкий гемоглобин, превышение верхнего предела лейкоцитов. Так. Ну что? Ты чего ты раскричал, я с мамой разговариваю? Ты что, ее боишься или что? Никого не боюсь, вообще она сейчас в другом городе. Ну так вот и отлично. У нас будет много времени. Поехали ко мне поговорим. Ну, поехали. Пойдем. Садись. Катя, мы диагностировали начинающийся разрыв матки, так что мы должны сделать кесарево. Но диагностировали вовремя, так что все будет хорошо. Я не хочу кесарева. Естественные роды просто невозможны. Это прямая угроза для тебя, для твоей жизни, для жизни твоего ребенка. У нас выборы нет. Я не хочу кесарева, у меня останется шрам. Слушай, ну шрам — это последнее, о чем ты сейчас должна думать. Я не хочу. Зачем мне жить, уродка? Я не хочу этого ребенка. Так, послушай, Мэри, многие при стрессовой ситуации говорят ерунду из Белича, что они не хотят ребенка, что они ненавидят своего мужа. Мне нужно, чтобы ты подписала согласие. Вы будете делать мне ее. Да, и я обещаю тебе, все будет хорошо. Согласна. А-а-а, мамочка! Красавица. Оль? Да. Тупфер сушим. Все хорошо? Да. Шьем. Пинцет. Давление? В норме. Ну что там? В восемь девять по шкале Абгар. Отлично. Да, хорошо, что все обошлось. И мамаша, и малыш в полном порядке. Вовремя диагностировали. Я серьезно, я думал, что все будет хуже. А тут такая красота. Да, хорошо, что Круто все успел подписать. Что? Ничего. До свидания. До свидания. Кира Владимировна, постойте. Вы почему на телефонные звонки не отвечаете? Я вас весь день ищу. Я, видимо, забыла звук включить. У меня экстренное Кесарева было. Диагностировали разрыв матки. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом мы поговорим. Пойдемте ко мне в кабинет. Анатоль, ну, как там у вас все прошло? Отлично. Можно даже сказать, идеально. Малыш богатырь, мама тоже в порядке. Кира Владимировна такие швы накладывает. Да. Тебе поучиться. По глонам, что она все-таки решила эту Москву бросить, да? Да, она профи. И этот разрыв вовремя диагностировала. Ну, знаешь, твоя заслуга здесь тоже есть. Ты же ей с направлением помогла. Ты о чем? Ну, как? Она обратилась ко мне, я ее отправил к тебе. Я что, сумасшедшая? Да Круто за такие дела уволить может. Подожди, она что, сама, что ли, подписала? А твое какое дело? Она ребенка спасла, и я тебе ничего не говорила. Ну, ладно, ладно, Анатоль, не шуми. Да могла бы не предупреждать. Ну, что ты в самом деле, Наташа? Все. Кира Владимировна, вы действительно хотели скрыть от меня этот подлог? Это моя больница. Все, что здесь происходит, становится мне известно. Вам ясно? У вас и так уже есть одно служебное расследование. Хотите еще одного? Вы подделали мою подпись на официальном документе. Как вам вообще такое могло прийти в голову? Вы знаете, ситуация была срочная. Боялась не успеть. Сергей Николаевич, я понимаю, что формально я виновата. Но по сути-то я была права. Мы же просто теряли время. Ребенок мог умереть. Я вообще не понимаю, почему я перед вами вынуждена оправдываться. Если бы вы тогда меня выслушали, мне не пришлось бы ничего подделывать. Вы вообще понимаете, что я спасла жизнь этой девочки и ее ребенку? Если за это нужно ответить увольнением, не вопрос. Давайте я прямо сейчас подпишу заявление об уходе. Не надо. Ну, в принципе, да. Вы можете уволить меня и по статье. Нет. Я хочу перед вами извиниться. Вы молодец. Вы сумели настоять на своем и тем самым добились результата и спасли две жизни. Я редко хвалю своих сотрудников за хорошую работу, но сегодня вы заслужили. Зря. Что зря? Зря сотрудников не хвалите. Знаете что, хорошо работать — это наша обязанность. Кира Владимировна, я был не прав. Вы помогли избежать трагедии. Спасибо. Все, вы можете идти домой. Отдыхайте. До завтра. До свидания. До свидания. О, привет. Физкульт, привет. Откуда у тебя силы бегать берутся? Ты на работе не умоталась? Не умоталась. Откуда тортик? Что за повод? Повод замечательный. Обалдеть. Да? Ничего себе. Слушай, ну мне после пробежки тортик, конечно, самое то. Ой, здравствуйте. Вы не закрывайте, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо. Добрый день. Ну вот, наша мамочка. Пойдем, поздороваемся. Катюша, как ты? Тошнит немного. Это от наркоза. Смотри. Смотри, кого я тебе принесла. Какой богатырь ты получился. Посмотри, на тебя похож. Вы ли ты? Уберите его. Давай. Давай, подержи. Унесите. Я не хочу его видеть. Подержи его. Уберите его. Катюш, ты чего? Ну, отдыхай. Отдыхай. Завтра. Завтра познакомимся. Завтра. Серьезно, так и сказал. Я дурак, а вы меня спасли. Нет, я не верю, чтобы Крутов назвал себя дураком. Ладно, насчет дурака я, конечно, приврала, а в остальном все чистая правда. Ты знаешь, мне даже показалось, что он, в общем-то, и неплохой. Показалось? Да он лучший. Ты вообще много начальников видела, которые признают свою вину перед подчиненными? Честно, ни одного. Ну, а я о чем? Все равно мне непонятно, как он узнал? Ну, Кир, ну мало ли. Слушай, да он же каждый вечер звонит в больницу. Он же жутко дотошный. Да. Вот позвонил, и ему сказали, какие обследования проводились. Кто-то так познал. Да? Алло, Кир, я просто хотел тебя услышать. Не разбудил? Нет. Ну, я так и подумал. Ты всегда была поздней пташкой. Помнишь, как мы с тобой до трех ночи по бульварам гуляли? Витя, ты чего звонишь-то мне? Я, Кир, хочу все вернуть. Я только сейчас осознал, как ты мне дорога. Я обманывал тебя, а это было неправильно. Витя, а ты шептом разговариваешь, чтобы жену не разбудить, да? Кир, ну не начинай. Спокойной ночи, и не звони мне больше никогда. Кир. Кир, ну колись. Что, бывший? Знаешь что, это все давным-давно в прошлом. Впереди у нас только будущее. Ну, а в самом ближайшем будущем у нас с тобой смена тяжелая. Так что давай закругляться. А то завтра не поднимемся. Давай. Все. Спать. Ой, Танюш, ты чего не спишь? Ей захотелось. А-а-а. А ты кому звонил? А-а-а, а я по работе. Ну ладно, я пойду, мне спать пора. Вставать рано. Давай. Давай. Угу. Хорошо, я поняла. Так. Сейчас к маме пойдем. Здравствуйте. Здрасте. Знакомиться. Ты мой золотой. Ты наш золотой. Та-та-да. А-а-а. А-а-а. А вот и мы покушать пришли. Катюша, полегче стало? Зачем вы его принесли? Унесите. Я не хочу его видеть. Унесите его, Катюша. Кать, покормить надо. Нет. Тетя Валь, что тут у вас? Зачем она его приносит? Я же сказала, я не хочу его видеть. Я отказываюсь. Что значит отказываешься, Кать? От него. Я сразу сказала, что я не хочу этого ребенка. Так, ты подожди, подожди, Катюш, ты не горячись, пожалуйста. О твоем ребенке речь идет. Ты чего? Только не нужно этого. Я все давно сама решила. Я никогда не хотела этого ребенка. Ну, зачем рожала? Потому что он говорил, что мы поженимся, а потом сбежал, только его и видели. А аборт делать было уже поздно. Катя, ты знаешь, я на самом деле понимаю, что тебе сейчас тяжело, тебе страшно, больно. Но то, что я действительно хочу, чтобы твой родной сын оказался в детском доме. Я выросла в детском доме и ничего. А его кто-нибудь усыновит. Вы же сами сказали, что он здоровый, крепкий. Да он очаровательный мальчишка. Посмотри. Ну, значит, точно его сыновят. Да ты посмотри на него, на руки возьми. Я не хочу, оставьте меня, унесите его. Ой, бедный ты малыш. Тетя. Эх, мамочка ты, мамочка. Пойдем, миленький. Пойдем. Слушай, я не буду на тебя давить. У тебя есть время подумать. Давай, приходи в себя. Короче, был у нее какой-то мужик в Москве. Ну, я так поняла, что там все кончено, поэтому путь свободен. Спасибо, Анатуль. Да не за что. Слушай, а если она тебе так нравится, зачем на нее Крутова настучала? Ты о чем? Да ладно. Ты что, на подпись его подделала? Вчера здесь были ты и я, я не закладывала. Угадай, кто остался? Ох, Анатуль, Анатуль. Ничего ты от тебя не скроешь. Только, знаешь, я не настучал, как ты говоришь. А своевременно поставил начальство в известность. Вот. Так зачем? Ну, я подумал, нарушение серьезное. Могут быть последствия. А Крутова лучше знать, когда такое ЧП происходит в отделении. Да? Да. Слушай, ну признайся, что ты боишься, что она твое место займет. Ты с ума сошла? Она здесь без году недели, ей ничего не светит. Да, но она уже не разблеснула. Не говори, хорошо? Она мне правда нравится. Если не будет на твое место метить, да? Посмотрим на твое поведение. Ну, я понял, с меня презент. А лучше два. Кира, привет. Привет. Кира, что-то случилось? Кира. Девочка, у которой разрыв был. От ребенка отказывается, представляешь? Да ты что? Да. Славный такой малыш, горластый. Я сегодня ночью дежурил, он в сему отделению спать не давал. Девчонка молодая? А сколько элит-то? Двадцать, по-моему. Ну, делов-то, может, че поумнеет, а? Ну, может, и поумнеет, только поздно будет, ты же понимаешь. Жалко, конечно, мацана, но а что мы можем? Кирочка, ну, ты все сделала. Спасла жизнь ей и ребенку. Теперь все, отпусти и забудь. Кира, слушай, может, сегодня после работы махнем куда-нибудь? Ну, посидим, ты что-то совсем расклеилась. Палыч, посидим как-нибудь, просто не сегодня, ладно? Ну, ладно. А, это что-то, да-да. Да. Что же вы, волнуйтесь? Давайте. Ну, что вы, вот они, о-о-о, я все снимаю, снимаю. Вот это красота! Так? Катя, решила все-таки, да? Ты понимаешь, что ты всю оставшуюся жизнь будешь об этом жреть? Может быть, не нужно меня стыдить. Я не собираюсь я тебя стыдить. Я просто хочу, чтобы ты еще раз подумала. Кать, ну, ты сама без родителей выросла. Ты своему ребенку такой же учить хочешь? Он уже не мой. Я написала отказ от него, все. Все, у меня не было нормального детства. Может быть, хоть сейчас поживу для себя. Извините, мне пора. Привет. Не волнуйся, милая. Все будет хорошо. С ребеночком будет хорошо. И с тобой тоже будет хорошо. Вот давай, деточка. Твоя палата. Давай, миленька. Винтинова. Винтинова. Иди, иди, миленька. Так, у Литина где? Не знаю, Сергей Николаевич. Где ты здесь была? Хорошо. Где-то здесь. Это конкретно где? Ну, может, в ординаторской? Вы издеваетесь? Вот именно как раз там я и не смотрел. В детскую зайдите. Она иногда туда заходит. А что она там делает? Вы девушку молодую Катю помните из десятой палаты? Конечно, помню. Там ребенок чуть не умер. Вот. А Кирочка Владимировна его спасла. Да. И теперь навещает его. Иногда. Да понял я вас, понял. Спасибо. Спасибо. Привет. Привет, малыш-востик. Привет. Кира Владимировна, Господи, наконец-то нашел вас. Я искал вас по всей больнице, а вы у нас, оказывается, еще и не анатолог. Вы что здесь делаете? У нас от мальчика сегодня отказались. Я знаю. Я как раз по поводу этого ребенка. Ко мне пришли из органов опеки, и необходимо ваше присутствие. Требуется ваша подпись на документах, поэтому пойдемте ко мне в кабинет. Почему так быстро? А чего тянуть-то? Мать отказ написала, ребенок в медицинском наблюдении не нуждается. Чего ему здесь делать-то? Бедный мальчишка. Вообще никому не нужен. Родители от него отказались. Мы его вот так запросто… Ну что? Тихо-тихо. Кира Владимировна, ну что вы? Ну да перестаньте вы. Ну все. Ну успокойтесь. Все-все-все-все. Все будет хорошо. Все? Все-все. Ну тогда пойдем. И не волнуйтесь, все у вас будет хорошо. Завтра на УЗИ, с утра ничего не пейте. Хорошо. Договорились? Да, конечно. Спасибо большое. Ну и замечательно. Спасибо. Наташа, привет. Привет. До свидания. Анатолий, подожди. Вот. Что это? Что такая хмурая сегодня? Не твое дело. Может, откроешь? Это мне? Да на этот концерт же билеты не достать. Я даже в прошлом году не попала. Все для тебя. Слушай, Шаров, а с чего такая щедрость? Ты же даже на дне рождения не скидываешься. А, первый взнос для реабилитации. Не волнуйся. Не сдам я тебя у Литиной. Анатолий, ну давай без прозы. Я же от чистого сердца. Ты это пациенткам своим заливай. А билеты я возьму. Так. Так. Вот медицинская справка. Это заявление. Все в порядке? У ребенка все хорошо со здоровьем? Почему она отказалась? Наркоманка? Нет. Просто плохая мать. Мальчик абсолютно здоров. Все понятно. С документами все в порядке. И благодарю вас. Всего доброго. До свидания. До свидания. Вот и все. Бедный, несчастный ребенок. Ну надо же, такого ребенка бросить. Я не знаю, что… Подождите. Да? Что такое? Можно поговорить? Есть минутка у вас? А, Катюш, ты с ребенком иди к машине? Потихонечку. Иди. Что будет теперь с этим мальчиком? Ну, как обычно, сначала дом малютки, потом детский дом, если, конечно, никто не усыновит. А что нужно сделать, чтобы усыновить? А что, у вас есть желающие? Ну вот, допустим, я захочу его усыновить. Ну это замечательно. Вы знаете, для начала надо написать заявление, а потом предоставить документы, информацию о себе, что не были судимы, не было психических заболеваний. Приходите ко мне в опеку, я вам список дам. Хорошо. Потом заявление ваше рассмотрят, конечно, но я думаю, у вас не будет проблем, потому что у вас совершенно замечательная профессия. Вы замужем? Нет. Ну это проблема, конечно. А жилье? Да, у меня есть квартира, правда, в Москве, я там же и прописана. И у меня мама пенсионерка, она может помогать ребенку. Сейчас, сейчас, где живете? На служебной квартире, в комнате, но эта ситуация, она буквально на несколько месяцев, я скоро переезжаю обратно. К сожалению, ваши жилищные условия мы сейчас будем рассматривать, и комната в коммуналке не подходит. Ну вот что, вы решите вашу проблему и приходите ко мне. Я вас буду очень ждать. Спасибо. До свидания. До свидания. Да. Да. О господи, аж ты меня напугал. Кира, да ты так не переживай. Все будет хорошо, да? Ты что, с ума сошел? Ты чего? Я знаю, что все будет хорошо. Ть. Да. Наташа, здрасте. Здравствуйте. Наташа, я сегодня останусь на дежурстве. Вы подготовьте мне медсправки вновь поступивших и назначение лечь врачей. Подшите туда. Хорошо? Да. Все сделаю, Сергей Николаевич. Так. Еще. А девочек на пищеблоке тоже предупредите, что я остаюсь. Пусть оставят что-нибудь поесть. Хорошо? Вот. Что это? Оладушки на кефире. Я сама готовила домашние. Ну, на больничных харчах особо не разгуляйтесь. Спасибо, Наташа. Не надо. А вы знаете, что на кухне все на жиру готовят? Вы так язву быстро заработаете, а вы… Оставьте. Я прошу вас, предупредите, пожалуйста, всех врачей, что завтра перед обходом будет пятиминутка. Да. Все сделаю. Знаете что, Наташа? Я не голодаю. А вашу заботу, пожалуйста, оставьте для пациентов. Что у вас сейчас? Час раздачи лекарств? Да. Так вперед. А за работу. Так… О! Алло? Привет, мамуль. Как дела? Хорошо. Все живы-здоровы. Как ты? Что новенького? Да ничего, работаю, привыкаю потихонечку. Полинка как? За Полину можешь не беспокоиться. Совсем другим человеком стала. Она после школы танцами занимается. Домой приходит уставшая, голодная, ест за обе щеки. Про свои дурацкие виды даже вообще не вспоминает. Да ты что? Я не верю, мам. Ну как это не веришь? Думаешь, я вру что ли? Ну и как тебе это удалось? Ну, дорогая, я все-таки педагог с сорокалетним стажем. Так что кое-что еще могу. А Полинка девочка не глупая, старательная. Знаешь, она как только перестала чувствовать опеку с твоей стороны, сразу все встала на свои места. А, ну то есть это хорошо, что я уехала, да? Ну, Кир, я такого не говорила. Не начинай… Вон, мам, ты не начинай. Полинку дай мне, пожалуйста. Ну я же говорю, она на танцах. На занятиях сейчас. Ну что, прям каждый день, что ли? Ну да. Ну ладно. Я ей на мобильной тогда позвоню. Давай, целую тебя. Пока. Целую. Пока, доченька. Ну что, куда поедем? Не знаю. Давай в кино. Хочешь в ресторан? Можно. Поедем? Не отвечай. Я не могу, это мама. Да, мам. Полинка, привет. Я тебя не отвлекаю? Не-не, все нормально. А я с бабушкой только что разговаривала. Она сказала, что ты танцами чуть ли не каждый день занимаешься. Я очень-очень рада. Я очень рада за тебя. Полин, я тебя спросить хотела. Слушай, я понимаю, что это не телефонный разговор, но мне к тебе неожиданный вопрос. Он чисто теоретический. Ну давай только быстрее, мне некогда. Хорошо, только не нервничай. Ты как бы отнеслась к тому, что в нашей семье может появиться малыш? Мам, ты что, беременная? Серьезно? Как тебе только такое в голову пришло? А бабушка знает? Не-не, ты меня неправильно поняла. Это чисто теоретический вопрос. Ну ладно, я не против. Только если ты не будешь на меня все время его скидывать. Поля! Сейчас, сейчас, секунду. Мамочка, ладно, мне уже пора. Давай, целую. Пока. Чего так долго? Ой, уже пол одиннадцатого. Поехали? Ну да, ну детское время. Поехали домой, меня бабушка убьет. Ну поехали. У тебя как обычно. У тебя как обычно. У тебя как обычно? У тебя сколько у тебя? Вас хорошо. У тебя как обычно? У тебя такое бежит, нормально? Ну в принципе не так уж было, блин та жеéger. Быстрее! Помогите, я его прошу вас! Успокойтесь! Стой с ним! Так, в операционную срочно! Быстрее! Лена! Так, что случилось? Стоп! Все нормально! Звони Сергею! Он не оперирует сейчас! Он глаз прач! Аня, Сергею, я прошу тебя, звони давай! Сейчас! Сейчас! Здрасте! Да, Федя! Алло! Алло, Сергей Николаевич! Ты, ты у себя уже? Да ты спокойненько! Что? Что с Леной? Так, я понял, сейчас буду. Черт! Хорошо! Хорошо, сейчас! Лена! 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 Что случилось? Серёж, Серёж, мы попали в аварию! Попали в аварию! Это был просто какой-то кошмар! Столько крови! Андрей вылетел из окна! Посмотрю, дай! И когда был в сознании, сказал, что не чувствует ног. Это плохо, да, Серёж? Так, Лена! Ты тоже была в машине? Тебя уже осмотрели! Ты же будешь его оперировать, да? Нет, Лена! Нет! Я не могу! Я… Нет, Лена! Я уже год не практиковал! Федя, Федя очень хороший хирург! Он… Он сделает всё! Пусть он спасает твоего Андрея! Крутов! Быстро! В хорошем хирурге! Я знаю, он сделает всё, что может! Лена! 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 Ты же лучше! Ты спасёшь его! Я знаю! Ты сделаешь всё, что… Лена! 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 Каждый должен заниматься своим делом! Федя будет делать операцию! Ты подонок! Ты… Ты мне… Ты меня сместишь! Крутов! Серёжа! Крутов! Да стой же! Я прошу тебя, прости меня! Ну, что тебе ещё от меня надо, а? Я знаю, ты не стал бы ему мстить. Пожалуйста, прости! 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 Встань! Встань! Люди смотрят! Спаси его! Я не смогу без него жить, если он умрёт! Спасибо, пожалуйста! Лена, Господи, да сколько же это будет продолжаться-то, а? Пожалуйста, спаси его! Встань, я сказал! Спасибо, пожалуйста! Спасибо! Так… Ну? Ну, что скажешь, ассистент? Может, я не видел, что ли плохо всё? Ну, эти осколки мы достанем, а вот… Тут всё очевидно. Заденем артерию — он умрёт. Ну, значит, попробуем её обойти. Ты что, сбрендил? Как ты её обойдёшь? Да не паникуй, Федя, не паникуй. К тому же я обещал. Кому ты обещал? Своей бывшей жене? А может, ты её отомстить хочешь? Сергей, это безумие. У тебя не получится. Федя, это её выбор. Нам нужно достать осколки, и тогда он возможным будет ходить. Либо умрёт. В лучшем случае до конца дней останется в инвалидном кресле. Ты как главврач должен это понимать. Ему сорок лет. У него вся жизнь впереди. Он жениться собрался, ты понимаешь? У нас есть шанс. Давай попробуем, а? Это какая-то авантюра. Ты не сможешь достать осколок, не задев артерию. Смогу. Если хочешь, бери ответственность на себя. Я не согласен. Так, я беру ответственность за операцию на себя. Все слышали? Тогда приступай. Смотрите за показаниями. Ну что стоишь? Будешь ассистировать. Зоя, зажим. Если б своими глазами не увидел, не поверил бы. Я тебя поздравляю. Ты уж прости меня, что я сомневался в самом начале. Здесь Серёжа. Ну, тихо, тихо. Здесь Серёжа. Ну, тихо, тихо. Здесь Серёжа. Все хорошо. Состояние стабильное. Нужно еще понаблюдать за ним. Ну, в общем, организм исправится. Пациент жив. Пациент будет ходить. Доктор Крутов совершил чудо. Чудо. Фили. Серёжа. Спасибо тебе. Спасибо тебе ты. Ты на собой их спас. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо тебе. Он жив. Все хорошо. Спасибо. Я устал. Извини. И что, у вас прямо вся больница беременных? Скучно, наверное. Да нет. Вовсе нет. Для меня же это только работа. Но… Сегодня же мы скучать не будем, да? Ты мне не дашь скучать? Слушай, я знаю одно такое. Чудное местечко. Пойдем? Конечно. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Что с вами? Что случилось? Вы чего здесь делаете? Ночь натворил уже. Идите домой. Домой. Домой идите. Идите домой. Может, рюмочка со мной? Нет, нет. Я не хочу. Вам тоже уже не надо. Серьезно, Сергей Николаевич, ну прекращайте. Нет, я сказал. Ну, стыдно будет завтра. Господи. Тихо. Откуда у вас эта манера-то, а? Ну, откуда вы думаете, что вы все знаете, а? Сереженька, веди себя нормально. Сереженька, не урони свое лицо. Сереженька, оставайся человеком. Я так не говорила. Вы не это, она да! Вы все женщины одинаковые. Она год назад от меня ушла. Ненавидит меня за то, что я развод не даю. А сегодня пришла, говорит, Сережа, Сереженька, Сереженька, ты, говорит, самый лучший. Вы, вы в курсе, что я сегодня очень сложную операцию провел? Быстро засомневался, я тоже сначала переживал. Переживал. Знаете кому? Любовнику своей жены. Вот такая вот ирония нашей профессии. Представляете? Она ушла к нему год назад. Я его даже в лицо не видел. Я думал, я его в встрече убью. А она ради него на колени вставала. Ради вас кто-нибудь на колени вставал? Нет. Вот ради меня тоже. А она ради него сегодня вставала. Там же, там же нету ничего. Ну, он ведь такой невзрачный. Трудно рассмотреть-то вижу, что… Все, я пойду. Куда? Ну, куда? Ну, не надо. Ну, зачем в таком состоянии, Сергей Николаевич? Ну, куда вы? В травму. Зачем? Он уже отошел от наркоза. Лена наверняка рядом с ним. Тише, 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 ну. Ну, что? Что тише? Я пойду и скажу им. Скажу, что я все понял. Понял. Если у них такая любовь, то хорошо. Хорошо. Я дам им развод. Дам. Я им скажу совет вам за любовь. Ну, что еще? Что-то, а? Вы не понимаете, что вам нельзя в таком состоянии никуда идти. Вас же сейчас могут увидеть. Да мне плевать. Вы понимаете, плевать. Господи. Все, все. Мне стыдиться нечем. Хотя я думаю, что вы так не считаете. Нет, я так не считаю. Я считаю, что вам срочно надо ехать домой. Приводить себя в порядок, а потом уже разговаривать с кем хотите. Ну, все, все. Ну, тише. Ну, что вы. Я сейчас ваши вещи принесу. Портфель под столом. Портфель под столом. Вот тише, Сергей Николаевич. Да что же он? Ну, почему вы мне не дали туда пойти? Завтра все скажете. Адрес какой у вас? Зеленый проспект, 22, квартира 178. Зеленый проспект, 22. Садись. 187 квартира. Разберемся на месте. Давайте уже. Все. Да, поехали, поехали. Да, да, да. Поехали. Паш, привет. Можешь говорить? На ты, что случилось? Слушай, а ты случайно не с Кирой? Случайно не с Кирой. А что? Раз-то ее еще дома нет, и она трубку не берет. Не знаю. Подумала, что может у вас свидание. Я понятия не имею, где она. Знаешь, у меня сегодня совсем другие интересы. А? Что так? Прошла любовь? Знаешь, возни с ней много. Странная она какая-то. А то, мне кажется, что Крутов на нее глаз положил. В смысле? Это подожди. Нет, не может быть. Паш, ты что-то знаешь? Я сказал, что мне кажется. Знаешь, забудь о том, что я говорил. В любом случае, не с Крутовым. Сторится сейчас. Низ руки. Все, пока. Паш, Паша! Ну что, Буся, а? Вообще тяжкие, а? Тихо, тихо, тихо. Тише, 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 господи. Кир, Кир Владимировна, я вас очень прошу. Вы только на рабоченьком не говорите, что я так… Да не скажу я, конечно. Спасибо. Пойдемте, вам лечь надо. Давайте. Аккуратненько. Опа. И поесть, наверное, да? Сейчас я чай крепкий заварю. Вон туда на диванчик ложитесь. Пейте. Ну что вы делаете? Сергей Николаевич, дайте сюда. Ну что, ну прекратите. Зачем она здесь? В таком состоянии очень много глупостей можно сделать. Был у меня такой опыт. Да ладно, а в серьезном, что ли? Да. Когда муж из семьи ушел, я вот примерно в таком же состоянии решила избавиться от прошлого. Порвать все совместные фотографии. Так мало того, что я фотографии с ним порвала, но еще и студенческие зачем-то заодно. Где я была со своими однокурсниками. А мне везде бывший мерещился. Так вот теперь у меня ни одной приличной фотографии нет. Вы знаете что? Вы проспитесь, а потом вырвите, выбрасываете все, что хотите. А вас тут тоже бросали, что ли? Конечно бросали. А чем я хуже вас? Вы все такие, такие правильные. Просто прям мечтания женщин. Бросали. А потом я поняла, что это не самое страшное, что может в жизни произойти. Да? Так что может быть страшнее? Страшнее, когда врут. Когда твой близкий человек каждый день смотрит тебе в глаза и врет. Вот это действительно страшно. Лучше бы он меня бросил, просто честное слово. Так больнее просто, понимаете? Сергей Николаевич, поднимайтесь. Давайте, чуть-чуть, все хорошо. Давайте, давайте на диванчик. Аккуратно. Тихо-тихо-тихо. Все-все. Вот так. И на подушечку. Все. Хорошо. Все. 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 О, привет. Привет. Ты так поздно, Кир. А ты чего на звонки не отвечаешь? Я же волнуюсь. Ой, прости, пожалуйста, я, наверное, не слышала. Занята была? Ну да. А с кем? Да, там. Помочь надо было одному человеку. Крутову? При чем здесь Крутов? Просто знакомый парфюм. У Крутова такой же. Ты знаешь, Наташа, а я к Крутову не принюхиваюсь. Да? Мам, ты чего? С Полинкой что-то? С Полиной как раз таки все хорошо. А вот что ты… Что? Ты что, беременна? Что? Здрасте. Здрасте. Ты с ума что ли сошла? Ты чего такое говоришь? Ты пойдем вон в комнату. Что ты несешь, мам? Ты что, рожать собралась? Совсем уже с ума сошла в таком возрасте? Я ничего не понимаю. Я не понимаю. Мам, ты что? Нет. Я просто в шоке. Я же не враг тебе. Ты почему мне-то ничего своей матери родной не сказала о беременности, а? Кира, ну как так можно? Алло, привет. Ты на дежурстве? Кира, у тебя ни квартиры, ни работы нормальной. Да тебе жизнь свою надо налаживать. А ты рожать собралась? Мам. Нет, я всегда знала, что ты слабохарактерная. Но чтобы ты была до такой степени безответственная, это ж уму непостижимо. Нет, я, я конечно понимаю, ты же просто, ты перекладываешь одну проблему на другую. Это же не собаку завести, чтобы отвлечься. Это же, это же ребенок, Кира. Я понимаю, только я не понимаю одного. С чего ты решила, что я беременна? Да мне Полина сказала. Вот прям так и сказала? Нет, ну не так сказала. Она сказала, что вы говорили о ребенке. Ну а что это могло означать? Это могло означать, что я хочу усыновить ребенка. Что? Да, мам, усыновить. Маленького мальчика. От него мама в роддоме отказалась, сейчас он в доме малютки. Сейчас от часу не легче. Но это не завтра произойдет, не сегодня. Ты знаешь, сколько там всего нужно еще? Тон бумаг собирать. Доказывать хорошие жилищные условия. Вообще не факт, что получится. А ты уже нервничаешь. Кир, я, я тебя не понимаю. Зачем? Затем, что мне это очень надо. Мне лично это очень надо, в первую очередь. Понимаешь? Я тут вкусненького тебе привезла. Знаю, что готовить тебе некогда. Небось с утра до ночи со своими беременными. В роддоме носишься. Вот. Мам. Мам. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич! Что, Наташа? Что такое? Мне тут билеты на концерт подарили. Два билета. Завтра выходной. Может, сходим? А, господи, Наташа, извините, ради бога. Просто сейчас действительно так много работы. Не до концертов. Правда. Найдите кого-нибудь из отделения. Вместе сходите. Простите, Наташа. Ага. Спасибо. Кирочка, столько потрясений, я даже не представляю, как я поеду. На автобусе поедешь, мам. Я тебя очень прошу, в следующий раз, ой, простите, если ты решишь меня спасать, предупреди меня об этом, пожалуйста, хорошо? Ты издеваешься над матерью, а я всю ночь не спала. Смеешься. Давай, я на работу опаздываю. Кирочка, подумай, а. Ну, куда ребенок сейчас на твою голову? Мам, я разберусь. Я уже взрослая, да? Давай, пока. Угу. Полинку от меня целуй. Все. Ну, пока. Угу. Доброе утро, красавица. Привет. Напугал. Ну, как там, Кира Владимировна? Нашлась? Нашлась. Я не такое узнала. Какое? Наша Кира Владимировна оказывается беременна. Да ладно? Да. Я думаю, от какого-то я этого, московского. Хахали. Думаю, хорошая новость. Для кого? Для тебя. Если она уйдет в декрет, то не сможет претендовать на место завгинекологии. Ну, знаешь, для тебя это тоже неплохо. Мне-то что? Ну, да ладно, Наташа. Я же вижу, что ты на крутого глаз положила. Вряд ли он будет с беременной роман крутить. Для тебя это шанс. Паш. Помоги. Ну, ты хитрюша. Хочешь, чтобы я сказал? А ты у меня в долгу. Помнишь? Ой, Натуль, ну, ты как будто вчера родилась. Есть же выход попроще. Чтоб не санитарком, что Улитина беременна. И через полчаса малова дойдет до крутого. Да ты коварный. Равняюсь на тебя, Натуль. Паш. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы-то мне и нужны. Сергей Николаевич, я тут планирую график отпусков на второе полугодие. Вы сами когда собираетесь? Да не знаю еще, пока не думал об этом. Ну, ладно, тогда потом. А вот насчет Улитиной. А что насчет Улитиной? Ну, непонятно, будет она в обычную отпуск уходить или уже потом сразу в декрет? В смысле? Ну, выяснилось, что она беременна. Это значит, нам нужно врача искать, нового для отделения. Знаете, хочется хорошего специалиста, а это, сами знаете, проблема. Да-да. Софья Ивановна, я пока не готов вам ничего сказать, я разберусь и вам сообщу. Хорошо, ладно, только обязательно потом, попозже. Привет. О, привет. Ну, как там дела? Спасибо, хорошо. Андрей пришел в себя, не хочешь к нему зайти? Нет, Лен. Я рад, что ему лучше и ты счастлива. А ты? Что я могу сделать, чтобы ты был счастлив? Только не говори, что хочешь, чтобы я вернулась. Лен. Давай разведемся. Ты это серьезно? Ну, мне кажется, это лучше, что мы можем сделать друг для друга. Спасибо тебе. Извините, пожалуйста, Сергей Николаевич, скоро обход, мы вас ждем. Тогда, конечно, иду. Лен. Пока. Пока. Здрасте, тетя Валя. Ой, здрасте, Кирочка Владимировна. Вас Крутов искал. Зачем? Что-то случилось? Да я не знаю, но он сегодня какой-то мрачный. Ладно, зайду. Еще, Кирочка Владимировна, я вас поздравляю. Девчонки мне рассказали. Я никому не скажу, удачи вам. Пойдемте, милая. Ой, уже не спеша, потихонечку. Да-да. Сергей Николаевич, вызывали? Да, проходите, Кира Владимировна. Я хотел поблагодарить вас за вчерашнее. Ой, не за что. Да, и хотел попросить вас, чтобы вы не распространялись. Не сомневайтесь. Да, я не хочу, чтобы вы в больнице обсуждали мою личную жизнь. Я понимаю, конечно. А то я вчера наговорил, вам слишком много всего лишнего. Знаете, я тоже что-то разоткровенчилась с вами за компанию. Ну да, я помню. Ой, что вы помните? Вы практически сразу заснули. Ну, засыпал. Ну, мысль уловил. Ясно. Да, у меня к вам вопрос. По поводу вашей беременности. Вы когда собираетесь уходить в декрет? Я хотел, чтобы вы предупредили заранее. Господи. Что-то не так? Это какой-то бред. Мама вчера с этим же вопросом ко мне приехала. Сотрудники все кости мне уже перемыли. Теперь вот вы. Вы с чего взяли, что я беременна? Так в отделе кадров сказали. Ох, уже и в отделе кадров знают. Сергей Николаевич, нет, я не беременна. Если буду, обязательно вам сообщу. Понял. Ну, тогда извините. Мне не страшно. Просто сами понимаете, текучка кадров и… Конечно. Понимаю. Заранее нужно графики составлять и… Конечно. Ну, я пойду, а то у меня обход. Да-да-да, конечно. Вообще, как себя чувствуете-то? Бывало лучше. Ясно. Ну… Чистит сердечко у ребенка. Вы поменяли рацион питания? Кира Владимировна, не получается. Просто у моего мужа маленький магазинчик, и он оттуда все самое вкусненькое мне тащит. А я ему отказать не могу, понимаете? У вас патологическая прибавка веса. Вы должны прислушиваться к моим рекомендациям. Тук-тук. Можно? Да, проходите. Здрасте. Здравствуйте. Ну что, Кирочка Владимировна, что скажете? Как моя лифтиночка? Все в пределах нормы. Слава Богу. Вы наша спасительница. О! А вот это, так сказать, небольшой презент. Ой, нет-нет-нет, не надо. Спасибо. Я не люблю. Серьезно. Так это ж от чистого сердца, Кирочка Владимировна. Колбаска-то высший сорт. Да. И конфеты для поддержания, так сказать, правильного тонуса. И сытно, и сладко, да? Семен, спрячь. Вашей супруге давление низковатое. Понял. Поднимем. Колбасой и мучными изделиями это будет сделать очень сложно. Пожалуйста, не закармливайте жену. Этим вы только обостряйте ситуацию. Как обостряю? Я ж для своего бельчонка все делаю. И на тебе давление низковатое. Ну, Семен, Кира Владимировна все правильно говорит. Не гунди. Так я же и не спорю. Но давление это важно. Так я-то это понимаю. Это ты все переживаешь. И вообще, не называй меня бельчонком. Мне это не нравится. Сейчас получишь у меня прямо здесь. Ай, врешь, если тебе так хочется, а? Теперь тебе все можно. Тебя ж наша дочунечка там колотит по животику, а? Дочуня, дочуня, колотишь маму по животику? Дочка, ну ты там поосторожней. Так ты развините. Ну вот как на него свезлиться. Смотри, 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 севелится. Да и чувствую я. Подскажите, пожалуйста, а где родильное отделение? Да вот здесь, на третьем этаже. Вот здесь, да? Вот этот угол? Спасибо. Спасибо. Семен, пойдем. Спасибо вам, Кира Владимировна. До свидания. До свидания. Мы все учтем. Пойдем. До свидания. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Привет. Кира, мне… Мне так плохо без тебя. Ты зачем приехал? Мне очень плохо. Я так соскучился по тебе. Не трогай меня. Прекрати. Ты издеваешься надо мной? Нет, прости. Я за тобой. Я только когда ты уехала, я понял, как мне тебе не хватает. Пожалуйста, поедем со мной. Куда? В Москву? Да, в Москву. Да ты что? Так здорово. А мы поженимся с тобой? Будем жить долго и счастливо. Ай, черт, я забыла. У тебя ж беременная жена. С ней-то что мы делать будем? Давай, пожалуйста, ну не иронизируй, хорошо? Давай, хотя бы не здесь будем разговаривать. Савельев? Да. Езжай, пожалуйста, домой. Ну, Кирочка, ну, Кира. Пожалуйста, Кира. О, спасибо большое. Ну, осторожно. Ну, что там дальше с мамой-то? Мама ее приехала ночью, кричит на всю квартиру. Она такая высокомерная, просто командирша. Кире Владимировне есть с кого брать пример. Слушай, Наташа, получается, она приехала, чтобы поругать нашу Лидочку за беременность? Прикинь, как будто ей пятнадцать лет, а ей на минуточку под сорок. О, Наташа. Наташа, здравствуйте. Я как раз вас искал. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Доброе утро. Чай, кофе? Нет, спасибо большое. Я хотел с вами поговорить. Кстати, вы тоже останьтесь и послушайте, это касается всех. Наташ, у нас в больнице очень слаженный коллектив, вы об этом знаете, и поэтому я не потерплю, чтобы сотрудники распространяли слухи о своих коллегах. Сергей Николаевич, я ничего… Тем более, когда эти слухи лживые. Вы понимаете, я сейчас оказался в очень неудобном положении. Я вызвал Улитину к себе, чтобы узнать, когда он уйдет в декрет, а выяснил, что она вообще не беременная. Она не беременная? Нет, она не беременная. Но нас это вообще не должно касаться. Ясно? Сергей Николаевич, я сама слышала. Наташа, я сейчас хочу, чтобы вы услышали меня, как, впрочем, и все. Как он взъелся-то, а? Нет, у них что-то с Улиточкой происходит. Как думаешь, Натуля? Я просто в шоке. Я сама слышала, она при мне все это говорила. Да она ради этого и приехала. Наташа, уймись. Тебе же стали понять, что Улитина под защитой. Да это просто нечестно. Жизнь, она вообще штука нечестная, Анатолий. Вон, жуй печеньку и успокойся. Приятного аппетита. Кирочка, ну подожди. Кир, ну я же все устроил уже. Доработаешь месяц здесь. Потом вернешься в Москву, в больницу. А дальше что? Будет как раньше. Я вот не пойму, ты чудовище или сумасшедший? У тебя жена, она тебя любит. У вас ребенок скоро появится. Ты что мне предлагаешь? Ты на полном серьезе думаешь, что я на это пойду? Кирочка, ну это, ну это жизнь, ну так бывает. Да у меня слов нет. Мне плохо без тебя. Ты знаешь, я вот вдруг поняла, что мне без тебя очень хорошо. Кир, ну ты не говори со мной в таком тоне, пожалуйста. Отпусти меня. А ты что, хочешь остаться здесь на всю жизнь, в этой бере? А мне здесь нравится. Может я не собираюсь никуда уезжать? Да отпусти ты меня. Я тебе не верил. Что ты делаешь? А ну отпусти меня. Как же можно так просто взять и… Эээ, как же можно так просто взять и… Как же можно так просто взять и… Ну все, Робин Гуд, будь уверен, я этого так просто не оставлю. Вы оба об этом пожалеете. Вы не пожалеете. Это кто? Кира Владимировна, если хотите, езжайте домой, я отпускаю вас. У меня очень много работы, два обследования. Спасибо. Ну что это? Подождите, пожалуйста. Да, что? Давайте, помогу вам. Возьмите. Спасибо. И голову не запрокидывайте. Так лучше. Вот на бок. Спасибо. А вы знакомы у Литиной? Да, она еще пожалеет, что она моя знакомая. А этому Казанове скоро устрою веселую жизнь. Тут у нас такое произошло. Даже не знаю, как сказать. Ну, вы говорите, пожалуйста, как есть. Потому что я же понимаю, что вы мне первую помощь не просто так оказываете. на днях у Литина подделала подпись Крутого. Главврача. Этого? Да. Для направления на обследование. Очень интересно. А вы откуда знаете? А это произошло во время моего дежурства. Понятно. А вы из Москвы? А вы из Москвы? То есть, получается, что ваш главврач ее покрывает? Выходит, что да. Любопытно. Ну, вот что. Наталья Сергеевна, спасибо вам за информацию, за помощь. Всего доброго. До свидания. Ну, Полиночка, ну возьми трубку. Прошу тебя. Умоляю. Умоляю. Ой, мам, ну слава богу. Я тебе вчера весь вечер пыталась дозвониться, ты трубку не брала. Все нормально у вас? Кирочка, Кира, у нас ЧП. Какое ЧП? Да Полинка дома не ночевала. Как не ночевала? А где она была? Я… Ой, ее и сейчас нет дома. В смысле, сейчас нет? Мама, что ты мне сразу не позвонила? Ну, я думала, она вернется. Я не хотела тебя беспокоить. Так, нет, ты объясни мне, пожалуйста, вы что, поссорились? Ты ей что-то наговорила? Ой, да что ты такое говоришь? Да я все только для вас. Я только для вас и живу. Так, мам, ты в полицию звонила? Я думала, это только в крайнем случае. А сейчас какой случай, мам? Я в школу звонила. Кира, ее там нет. Нет. И вообще ни на какие танцы она не ходила. Шлялась где-то по ночам. Ну, а как такое может быть? Ты мне говорила, что у тебя все под контролем. А так, да ты с Викой разговаривала? Да с какой Викой? Это ее лучшая подружка, мама. Она наверняка что-то знает. Да нет, нету никакой Вики. Она из параллельного класса, мам. Господи, ты хоть чего-нибудь о Польке знаешь? Так, все, не плачь. А знаешь что, ты оставайся дома, вдруг она появится. А я сейчас приеду. Кира, доченька, ты меня прости, пожалуйста. Я не думала, что так все получится. Да ладно, все, успокойся. Пока, доченька. Доченька, доченька. Нет, спасибо. Кофейков вы, Сергей Николаевич, не отделаетесь. Нет, Юлечка, спасибо. Распоряжение на вас пришло из Москвы. О как! А вы, я смотрю, Афанасий Егорыч, рады? Суд решили устроить показательный. Не мы, а вы. Дебош на рабочем месте, подделка документов. Анатольев, ну как там наш проверяющий? Он уже два часа в архивах копается. Что, два часа? Да. Да. Налетели поршуны. Ой, ребята, боюсь я этих проверок. Тебе-то что боятся, Валюша? Неучтенный хуток, что ли? Папа Павлович, а я слышала, что на Крутова заявление написали в полицию. Да? Это точно кто-то из наших наябедничал. Очень кому-то Керочка Владимировна насолила. Вам что, заняться нечем? Полно работы, проверка Валентина. Иду. 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 Валентин. Паш, отнеси. Давай. Да. Можно? Простите, Сергей Николаевич, у меня случайное дело. Отпустите меня, пожалуйста. Улитина. Да, а что? Лыков Афанасьй Егорович, я руковожу комиссией по расследованию вашего дела. Какого дела? Что происходит? Вы обвиняетесь в подделке документов и присвоении бюджетных средств. У меня есть информация, что вы подделывали плановые направления, а доктор Крутов вас покрывал. Это бред какой-то. Преступный сговор. Так, я попросил бы вас не обвинять моих сотрудников, не имея на то доказательство. Сергей Николаевич, на вас заведено уголовное дело. Этим будет заниматься полиция. А я тоже приму это во внимание. Какое уголовное дело? Что происходит? За нанесение тяжких телесных повреждений господину Савельеву. А господину Савельеву? Вы знаете, я была свидетелем этой ситуации, так что, если что, я могу и показания дать. Да. Что с вами? На вас лица нет. У меня дочка пропала. Мне нужно срочно в Москву отпустить меня, пожалуйста. Вы оба на время проведения служебного расследования отстранены от работы. Отлично. Поехали. Что вообще происходит? Я могу занять ваш кабинет? Да, конечно. Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Что вообще случилось? Я не понимаю, как лучше уголовное дело. Давай. Что там у нас еще? Все равно я не понимаю, как из-за одной дурацкой подписи, может быть, все только неприятности. Да не переживайте. Я когда узнал, что вы документы поделали, я эту бумажку достал и положил другую с настоящей подписью. Так что пусть ищут. Ничего не найдут. Ну, а что делать с заявлением Савельева? Будем решать проблемы по мере их поступления. Поехали. Куда? Как куда? В Москву. Дочку вашу искать. Я помогу. Правда? Поехали, поехали. И предлагаю перейти на ты, раз уж мы с вами подельники. Да. Продолжение следует... А, да, хорошо, спасибо. До свидания. Викин папа сказал, что она в школе сейчас. Но скоро вернется. Подождем? Подождем. Все будет хорошо. Я знаю. Ты помнишь ребёнка, мальчишку, от которого совсем недавно отказались? Я его усыновить хочу. Подожди, это что, твой первый отказник? Нет, конечно. Я видела, как детей в роддоме оставляют. Тогда почему именно он? У меня, когда на операционном столе ребёнок умер, было такое ощущение, что я вместе с ним умерла. Мне не то что работать, мне жить не хотелось. Я считала, что я просто не имею права в медицине оставаться. А этот мальчишка, я не знаю, как это объяснить, но он меня как будто бы вернул. Я когда на него посмотрела, я вдруг поняла, что я своим делом занимаюсь. Что я могу пользу приносить. Понимаешь? Он мне очень помог. Я себе не прощу, если я мимо этой истории пройду. Я тоже должна его помочь. И когда это решится? Я боюсь, что не скоро, потому что целую тонну бумаг надо собирать, надо подтверждать хорошие жилищные условия там. А у меня проблема в том, что работа в Верхневолжске, а хорошие жилищные условия в Москве. Я боюсь, что это будет, конечно, очень непросто. Вон оно, я сейчас. Угу. Привет, Вик. Здравствуйте, Кира Владимировна. Ты знаешь, где Полина? Вика, она не ночевала дома. Если ты хоть что-то знаешь, я тебя умоляю, скажи мне, пожалуйста. Она со мной в последнее время не общалась. А с кем она общалась? С парнем каким-то. Каким? Но он старше нас, вроде в колледже учится. А ты сможешь его узнать, если что? Нет, я его только издалека видела. Он в школу за Полиной заезжал. На какой машине? Цвет, марка? А, сейчас. Она недавно фотографию выкладывала на свою страницу. Вот. Но я больше ничего не знаю, честно. Перешли мне, пожалуйста, эту фотографию прямо сейчас, хорошо? Угу. И если она тебе позвонит, набери меня, хорошо? Да. До свидания. Поехали быстрей. Что-нибудь узнала? Да, узнала. Номер машины хорошо видно. Поехали в полицию. Хорошо. О, Господи. Черт. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня дочка пропала. Я, наверное, должна какое-то заявление написать, да? Паспорт давайте. Сейчас. Мой тоже возьмите. Вы отец? Нет. Тогда оставайтесь здесь. Если надо, вас вызовут. А мне можно, да? Да, проходите. Здравствуйте. Вы знаете, у меня ребенок пропал, дочка. Я так понимаю, я должна какое-то заявление написать, чтобы начали искать, да? А когда пропала? Вчера ночевать не пришла. Ну, вот видите, это, загулял с друзьями. Вообще же беда с этими подростками. Бегут из дома с таями, да? Нет, совершенно исключено, она абсолютно домашний ребенок, и никогда в жизни у нас ничего подобного не было. У меня есть фотография парня, с которым она уехала. Там видна его машина, можно номер посмотреть. О, видите, с парнем. Так это вам в ЗАГС надо, а не к нам. Ладно, если через пару дней не объявится, тогда заявление примем. Все, вы пока идите. Вы меня вообще слышите? У меня ребенок пропал. Вы работать будете или вы будете издеваться надо мной? Вы правда, что ли, ничего не собираетесь делать? Вы предлагаете мне трое суток ждать, пока с ней Бог знает, что случится? Вы только, пожалуйста, не хамите, ладно? А то я… А вы мне? Я сейчас составлю протокол. Административный, ясно? Так, сержант, ну-ка, выведи ее отсюда. Сейчас. А то мешает работать. Это какое-то время. Стойте! Куда ты пошла? Подождите! Куда вы идете? Веди камеру. Отпустите ее. Что вы делаете-то? Ну что вы? Я просто заявление не хотела написать. Отпустите ее, я сказала. Вы что, издеваетесь, что ли? С ума сошли? Да вы что делаете-то, а? Да что же вы делаете-то, а? Слушайте, у нее пропала дочь. Она пришла к вам за помощью. У нее пропала дочь. Что же вы творите? Это беспредел. Так, где ваш дежурный следователь? Второй кабинет, налево по коридору. Хорошо, я буду жаловаться. Паспорт давай. Пожалуйста. У Лидии Наполина шестнадцать лет. Что же вы сразу, нормально, все не объяснили? Ну, я же говорю, Кира Владимировна, это ее мать. Она пыталась, правда, но… Но ее тоже можно понять. А этот ваш дежурный сразу руки ей начал выкручивать. Не сразу. Я, конечно, понимаю ее чувства, но если каждый заявитель будет драться с сотрудником полиции… Да ладно, ну, неужели вы думаете, она первая кинулась в драку? Вам что, ваши так рассказали, да? Давайте без иронии. Гражданка Улитина совершила право нарушения. Составлен протокол. И она ответит за свои действия. Ну, поймите вы, она мать. У нее пропала дочь. Она ни о чем другом вообще думать не может. Ну… Ну, будьте вы человеком, а. Ну, простите ее. Ну, вы же вроде взрослые люди. Врачи. А ведете себя, как подростки. Одна драку устроила в отделении. Вы тут за нее горой. Ей-богу, как в школе. Ну, я прошу вас. Пожалуйста. Ладно. Подождите в коридоре, отпустим мы вашу Улитину. И я очень прошу, пробейте, пожалуйста, номер машины. Полина может быть с этим парнем. Да, конечно. Это само собой. Подождите в коридоре. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Ух. Вот, держи. Спасибо, малыш. Иди ко мне. Ну, как тебе? Понравилось в клубе? Ну да, было весело. А что ты к ней уверена? Классный клуб. Сейчас потусим немного и в другой поедем. А зачем ты это делаешь? Что? Ну, вот это. Как зачем? Чтобы расслабиться? А что ты чувствуешь? Понимаешь, малыш? Это так просто не объяснишь. Это как… Это как полет в космос и секс одновременно. Как будто ты стоишь на краю пропасти и всего один шаг может изменить всю твою жизнь. Грань между реальностью и кайфом. Вот что главное. Хочешь попробовать? Давай. Ты ведь уже взрослая девочка. Или опять бабушку боишься? Никого я не боюсь. Вот и отлично. Поверь мне. Эта волна накроет тебя с головой. Улитина на выход. А сумка где моя? Сейчас верну. Ну что, следователь выясняет, где живет этот Игорь? Хватит там болтать. Здесь служебное помещение. Вышли отсюда. Не за что. Ты, ты вообще соображаешь, с кулаками на полицейских кинуться? Ну, вообще это было сильно. На. Спасибо. А ты хоть в курсе, что тебя в больнице улиткой называют? Да знаю я. Я никогда не видел таких агрессивных улиток. Господи, что ж так долго-то? Неужели так трудно адрес найти, а? Лицом к стене. Пошел. К стене. Пошел. Ну что, малыш, полетаем? Давай, не бойся. Мы должны быть на одной волне. Нет, я не хочу. Что ты сделала, дура? Ты знаешь, сколько это денег стоит? Угорек, ну не сердись, прости меня. Прощаешь? Может быть. Хотя, конечно. Что? Все хорошо. Игорь, прекрати. Игорь, я не хочу. Не хочешь? А почему? Ведь ты сама пришла ко мне. Что, веселиться не хочешь? Зачем ты мне нужна? Уроки с тобой делать? Связался с малолеткой. Столько денег на тебя угрохло в этом клубе. Игорь, что ты говоришь, ты мне нравишься. Но я не готова. Нравлюсь? Так это хорошо. А то, что не готова, так это ничего. Главное, я готов. Так, давай на третий этаж. Я за тобой на лифте. Так точно, товарищ майор. Я с вами. Я тоже. Смотрю, вы настроены решительно. Ага. Ладно, давайте за мной. Только тихо. Поздно, милая. Пора тебе уже стать взрослой. Отпусти меня. Заткнись, а то хуже будет. Отпусти. Хватит ныть. Знала, куда шла. Помогите. Тише. Помогите. Помогите кто-нибудь. Так, девушка. Мама, мамочка. Спокойно, спокойно. Стой. Это полиция. Вы что творите? Вы пытаетесь, кто мой отец? Сейчас разберемся. Отпусти, больно. Тихо ты. Он один? Один здесь, да? Тихо, тихо. Не дергайся. Так, дома есть еще кто? Успокойся. Ну как, ты в порядке? Говорит, да. Ну все, все. Да пусти ты ее! Давай в машину его. Холодно? Ну все. Садись. Поехали. Ну что, куда вас отвезти? Домой. А знаете, мы с вами почти коллеги. Я тоже прошла долгий путь. От учителя начальных классов до заучи школы. Прошу вас. Спасибо. Да я главврачом всего год работаю. А до этого простым хирургом пятнадцать лет. Да еще и в одном отделении. У вас запеканка очень вкусная. Правда? Я последнее время в одних столовках до полуфабрикатами… А вы женаты? Вы простите, что я спрашиваю. Просто ночь на дворе? Ну да. А я в чужом доме. И не собираюсь уходить. Спит. Но нам тоже надо всем отдохнуть. Най, тяжелый день был. Столько всего навалилась. Да я не устала. Я посижу с вами. Тут с Сергеем Николаевичем у нас общие темы нашлись. Ну, мам, поздно уже. Я тогда здесь постелю, хорошо? Да. Что? Ну не выгонять же нам Сергея Николаевича на ночь глядь, правда? Угу. Давайте спать. Спокойной ночи, Тамара Петровна. Спокойной ночи. Спокойной ночи… Завельев не простит. У него связи есть. Да ладно. Не переживай. За разбитый нос пожизненное не дают. Главное, Полину нашли, а со всем остальным как-нибудь справимся. Да ладно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПИ, СПИ, Танюш, это с работы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я у тебя во дворе. Спустись, пожалуйста. Что, сейчас, что ли? У меня жена спит. Я сказала, спустись. Или я сама к тебе сейчас поднимусь. Хочешь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я иду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Забери заявление на Крутого. Да? С чего бы это? Он мне нос сломал вообще-то. Саверев, я серьезно. Забери. Ага. Если ты этого не сделаешь, я позвоню твоей жене и все и расскажу. Понял? Ты этого не сделаешь. Это подло. Подло было спать со мной, пока твоя беременная жена моталась по больнице. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты так не поступишь. Ты сегодня же поедешь и заберешь это чертово заявление. Иначе я правда позвоню твоей жене. Я тебе обещаю. Хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, Сереж, оставь, я сама все сделаю. Садись завтракай, надо пораньше выехать. Я думал, ты здесь подольше захочешь остаться. Не, наоборот, что ты. Хочу побыстрее уехать, забыть весь этот ужас. И пациенты ждать не будут. Ну да. Только неизвестно, когда мы еще на работу выйдем. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что все будет очень хорошо. Ешь, я пойду Полю разбужу и вещи соберу. Мамуль, ну хватит уже. Подожди, я тогда с Полинкой попрощаюсь. Полина, Полиночка. Пока, бабуль. Солнышко, ну, ты же слушайся маму и почаще мне звони. Хорошо? Ага. Я уже заранее скучаю по вам. Мам, ну давай вот без этого лишнего драматизма, а? Будешь к нам приезжать. Куда? Видела я эту вашу комнатенку. Ничего, поместимся. Иди, Машин. Я впереди, ладно? Ладно. Ну все, все, не страдай, все нормально. Да не переживай ты так. Верхневоложск. Хоть и не Москва, но жить можно. Город красивый. Люди хорошие. Да я в норме. Я же не на всю жизнь из Москвы уезжаю. Школу окончу, вернусь поступать в институт. Ну, вообще-то я даже рада. Серьезно? Ну да. Мои в школе, когда узнают, что я из дома сбегала. Ну, всякое такое. Короче, с плетью не оберешься. А у вас меня никто не знает. Начну все с чистого листа. Правильное решение. А ты рассудительная девушка Полина. Скажите об этом моей маме. Я думаю, она и так все знает. Да уж. Теперь точно возьмется за мое воспитание. Да ладно тебе. Не вешай нос. Твоя мама тебя очень любит. Вы всех пациенток в своей больнице так утешаете? Ну, только тех, кто находится в грусти и в печали. Ну, например, таких, как ты. Ну, может, ты все-таки улыбнешься? Вместо того, чтобы читать нотации, вы шутите. А вы мне нравитесь, Сергей Николаевич. Подружимся. Кир, ты прости меня. Это я виновата. Я... я опустила Полинку. Она чуть не покатилась по наклонной, а я даже и не заметила. Мамуль, ну, какая наклонная. Ну, что за дурацкий педагогический штамп. Просто маленькая, несмышленая девчонка попала в беду. Я такого больше не допущу. Я тебе обещаю. Дерочка, я знаю, что ты мать, и ты сама решишь, как воспитывать своего ребенка. Я больше никуда не лезу. Обещаю. Давай, пока. Ну, да, я тебя поцелую на прощание. И знаю, я всегда готова вам помочь. Мам, мы не на Северный полюс уезжаем. Хорошо. Хорошо. Пока. Поехай. Иди домой уже. Вам сюда. Спасибо. Угу. И у всех у них нет родителей? Нет. Это ужасно. Вот он. Какой маленький. И носик маленький, как кнопочка. И ротик такой смешной, как у уточки. Классный. А как его зовут? Пока никак. Мам, давай сами его назовем. А то дадут какое-нибудь братское имя. А тебе какое нравится? Не знаю, простой какой-нибудь. Ваня или Вася. Вася. Привет, Вася. Вася ему подходит. Васенька. Вася. О, Паш, на ловца и зверь бежит. Хотел как раз поговорить с тобой. Ой, слушай, не укладывать у меня никак в голове, понимаешь? Не могу никак понять, кто штуканул-то, а? Откуда, откуда наверху узнали о подлоге документов? Ну, всем известно, что заявление на тебя написал бывший хахалькир из Москвы. Паш, я тебя как врача очень ценю. Ты хороший специалист, но учти, стукача у себя в больнице я держать не буду. Я тебя про подлог документов спрашиваю. Кто? Кто? Твоих рук дело? Нет. А кто тогда? Не, я один в тот момент находился возле дежурного поста. Сдавать не буду. Ты этого не любишь. Вот как. Ты что-то сегодня устала, на самом деле. А у меня почему-то такой маленький живот. Сергей Николаевич! Ну, ну так, прости. Я хотела сказать, что я очень рада. Мы все очень рады. Чему? Что вы вернулись, что вы с нами. Наташа, вы действительно считаете, что я идиот? Почему? Ну, потому что я знаю, что это вы настучали в органы, но улите, но и на меня. Вы меня уволите? Нет, конечно. Вы прекрасные специалисты. Ну, я очень надеюсь, что в будущем вы не будете повторять подобных ошибок. Да. Ну, вот и хорошо. Ну, а теперь бегите работать. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Поздравляю! Поздравляю! Ну, подожди, малопатка. Дай поцелуй, дай яйца. Поздравляю! Поздравляю! Я все, я все, я все поздравляю! Поздравляю! Сережа, спасибо тебе. Если честно, я боялась, что ты снова передумаешь. Надеюсь, ты не злишься. Конечно, нет. Мы ж теперь с тобой абсолютно свободные люди. У нас все впереди. Спасибо тебе, Лена. Спасибо тебе, Лена. Пока. Да. Они только начали интегралы проходить, а я-то это уже знаю. Так что я сегодня блистала. Буду отличницей в новой школе. Ну, красота. А счастливее ж бабуля, наконец. Да, бабуля крифанет. М-м-м, вкусно. Ну, это потому что помидоры натуральные. Сладкие, да? Да. Кто это там? Здравствуйте, Сергей Николаевич. О, здравствуйте, Наташа. Привет. Привет. Здрасте, Сергей Николаевич. Привет, Полин. Можно? Конечно. Как жизнь? Как школа? Да, все отлично. А что-то случилось? Да. Я только что из ЗАГСа. Мы развелись с Леной. И поэтому теперь мы, оба свободные люди, можем начать новую жизнь. Слушайте, Сергей Николаевич, так если вы теперь холостой, может на маме женитесь? Поль, ты что такое говоришь? Ты с ума сошла, что ли? Ну, а что тут такого? Женитесь, тогда ты сможешь усыновить Ваську. А, ну… Так, Поля, давай, ты головой-то думай, когда… А вы что, его Васькой уже назвали? Нет-нет, это мы с мамой его так называем. Мама уже почти все документы собрала, да, мам? Поль, ты поменьше разговаривай, мы как-то разберемся, наверное, по поводу всего. Ты подожди. Подожди. В ее словах есть смысл, но если это действительно поможет, то я готов. Нет, ну как ты себе это представляешь? А ты как себе представляешь? Вот это здесь, маленький ребенок, она взрослая. Я предлагаю переехать ко мне. У меня всем хватит места. Ты вообще серьезно? Нет, я тебе очень благодарна, спасибо огромное, но мы не можем так вот взять… Почему не можем? Сергей Николаевич, не слушайте ее. Вы супер. Поля! Сергей Николаевич! Кира! Нет. Почему нет? Я тебе еще раз говорю, Кира, комиссия по усыновлению будет проверять не только вашу прописку, но и место вашего реального проживания. А если они сюда приедут на служебную квартиру, что они увидят? Это ж кошмар. Кира, я тебе говорю, у меня вам будет гораздо лучше. Да я понимаю, что так лучше, но у меня просто в голове не укладывается. Эффективное жилье, эффективный брак этот. Ну ты, ты-то настоящая. Эй, я все вижу, не наглейте, не травмируйте мою подростковую психику, а ты не подсматривай. Ну что, поехали? Ну что, поехали? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok